так друзья всем привет 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 всем сейчас минуточку ждем пока все подсоединятся всех рада привет я вижу в инстаграме уже соединение произошло в фейсбуке похоже тоже скажите слышно меня нормально видно нормально у меня здесь несколько девайсов на то есть самое основное место для вещания в фейсбук но также я еще подключаю инстаграм аккаунт поэтому мои глаза будут иногда бегать вот вы не обращайте внимание вот просто иногда отвлекаюсь на лайки комментарии вопросы и так далее вот видно слышно да ой друзья супер сейчас я тогда проверю чтобы мне было тоже все видно хорошо ну что у нас сегодня тема касающаяся уже как теплых близких отношений в сексуальном аспекте трепетные моменты в сексуальной жизни и вообще трепетное чувство в парных отношениях я немножко пару слов расскажу о себе если вы в первый раз сегодня с нами на эфире прямом меня зовут юлия ярошенко и я инструктор украинской федерации йоги и орган так в общем я этот проект сейчас и делаю я вижу буквально одну минутку у меня по моему перебои какие-то с интернетом я сейчас подсоединю шнурочек напрямую к моему ноутбуку я думаю тогда будет немного проще проходить наша встреча буквально одну минуту подождите и 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 Ну что, друзья, мы уже собрались, я так понимаю, да? Даже у нас уже количество участников немножко возросло. Ребят, кто в Фейсбуке? Возможно, сейчас на одну секундочку, на одно мгновение прервется трансляция. Я просто очень хочу, чтобы не было перебоев, поэтому хочу улучшить качество соединения. Так, сейчас посмотрим, получится это сделать быстро или нет. Вроде бы все идет. Вот, ну что, я попробую продолжить. Кто в Инстаграме, вы мне тоже пишите, если вдруг плохо слышно или видно. Но, в принципе, я думаю, у нас все получится, все будет классно. В общем, почему я сегодня решила, как эту лекцию прочитать. Сейчас, одну секундочку. Так. Сейчас, одну секундочку, друзья. Все-таки в Фейсбуке оборвалась связь. Попробуем сейчас другим способом. Бывает такое, когда душещипательная тема техника не выдержит. Я сто процентов это замечала. Не знаю, как у вас, у меня всегда. Вот, мне кажется, сегодня у нас очень такая душещипательная тема. Ну, честно, да. То есть, тема эмоциональной близости это очень такая трепетная тема и важная тема. Так, ребят, кто в Фейсбуке? Напишите, пожалуйста, слышно ли все, видно ли все. Я сейчас вот, по идее, должна была уже обратно вернуться в эфир. Всем привет, привет. Привет, привет. Ну что, пробуем еще раз. Вроде бы, по-моему, опять появилась связь, да? Хорошо. Ну что, я попробую еще раз. Третий подход. Смотрите, мой, наверное, подход, мой взгляд на тему таких интимных отношений, он не лишен чувственного аспекта, да? То есть, вообще, в моем понимании, механистичный секс, он ни о чем. Да, то есть, как очень важно, чтобы люди ощущали друг друга, сопереживали друг к другу и вообще как-то испытывали, не знаю, что ли, ценность друг друга, да? Вот, ценность моментов и так далее. Если этих переживаний нет, то, конечно, как сексуальная жизнь, она рано или поздно угаснет, да? И близости не будет, и наслаждения глубокого люди не переживут. Да, и в этом смысле оно, как очень частые, наверное, проблемы с сексуальной жизнью, они все равно упираются в некоторую недосказанность, некоторое эмоциональное напряжение, какие-то недомолвки, да? Какое-то ощущение, ну, не знаю, как обоюдных обид, некоторых претензий в отношении друг к дружке и так далее. И получается, что, вроде мы говорим о сексе, но нет, мы говорим еще и о любви и о трепетных ощущениях, трепетных моментах. И сегодня я хотела, конечно же, осветить, ну, может быть, высветить, какого рода это переживание есть, да, и какие есть, ну, некоторые некорректные формы поведения, которые точно приведут к тому, что близость пропадет, и сексуальная жизнь тоже, скорее всего, будет увядать. Я, наверное, буду где-то апеллировать и к вашему опыту. Во многом лекция будет базироваться на моем опыте, да, или людей, которые ко мне обращались когда-либо за помощью, на моих жизненных наблюдениях. Но, в общем, в процессе, если у вас будут возникать вопросы, вы их пишите, а в конце нашей небольшой такой беседы, откровенной, интимной, я постараюсь на все вопросы вам максимально, как корректно, максимально искренне ответить. Что такое эмоциональная близость? В моем понимании эмоциональная близость — это переживание обоюдного такого влечения, приятного чувства, влюбленности, возможно, которое рождается на базе симпатии друг к другу. Но это чувство никогда не рождается прямо вот молниеносно с первого взгляда, да, то есть некоторая симпатия, она является потенциалом в отношениях, с помощью которых мы начинаем подмечать детали поведения друг друга, интересоваться личностью, характером, сексуальными взглядами на жизнь. И если, в принципе, люди достаточно гармонично и корректно друг к другу относятся, то через некоторое время между ними вспыхивает пожар, глубокие чувственные переживания. И, что интересно, как близость, она возрастает, да, она не угасает, а скорее, наоборот, только разжигается. И как пара может, в принципе, вместе исследовать разные переживания, в том числе сексуальные. И эмоциональная близость даёт возможность открыться, в частности, на эротические взгляды, фантазии, мир, внутренний мир другого человека. Но это, конечно, в теории, да, и я надеюсь, у вас у всех есть этот опыт. Но я думаю, был и опыт, когда эти чувства куда-то резко пропадали, да, и они начинали замещаться, допустим, ощущением отчаяния, обиды, чувством вины, раздражением, обоюдными упрёками, ну и так далее. Вот, ну, на что, я считаю, нужно обратить внимание в первую очередь, да, на свои сверхсознательные стереотипы, касательные, ну, именно этих чувств. То есть у меня недавно брали интервью, и там один из вопросов, который меня где-то сначала шокировал, потом удивил, и потом, в общем, мы около часа обсуждали как раз эту тему. В общем, в чём суть вопроса была, да, к чему приведёт чрезмерная близость после карантина? Вот ту пару, которые постоянно вместе проводят некоторое время. Но мне сам вопрос, как напомнил, знаете, такой какой-то, ну вот, не знаю, дух, что ли, ощущение страха, ощущение, ну, как бы, неготовности, может быть, там, вглядеться, всмотреться в своё чувство. Ну и вообще, как сама постановка вопроса, чрезмерная близость, она меня немножко смущает. То есть моё сознание где-то близость — это то, ради чего люди живут, и в частности в парных отношениях мы ради этих переживаний делаем всё. Развиваемся ради другого человека, соблазняем другого человека, вкладываемся в отношения, ездим куда-то вместе отдыхать, общаемся, знакомимся с семьями и так далее, и так далее, и так далее. То есть это тоже некоторый мотив, и, ну, знаете, как если это чувство приятно по своей природе, то оно не может быть чрезмерно. То есть нам хочется ещё и ещё раз как это чувство проживать. Более того, ну, как по мере проживания подобной эмоциональной близости мы меняемся. Это факт, да, потому что мы начинаем открываться на какие-то новые аспекты мира, реальности, да, и в частности сексуального мира другого человека. Вот, если у вас была эмоциональная близость в паре, в сексуальных отношениях, как вы, ну, задним числом могли это заметить? Ну, допустим, вы как это честно, искренне влюбились. У вас могли поменяться эротические фантазии. То есть вам настолько был интересен человек, настолько вы как открылись, зажглись, вдохновились, вам понравился внутренний мир человека, да, и на этом переживании вы, по сути, впустили в себя какие-то новые аспекты, да, которых у вас до этого как раз и не было. И отсюда, наверное, первая рекомендация, первое правило, которое нужно учесть в как раз этом формировании, как этого состояния, этого ощущения. Первое, да, если вам нравится человек, не пробуйте, как это, поменять его внутренний мир, ну, в плане каком, да, как в плане критики, например, в плане отношения к, ну, наверное, знаете, вот его любимым каким-то аспектам, будь то женщина или мужчина, да, если человек приоткрывается, а вы, ну, где-то требовательны или критичны, то, соответственно, в следующий раз вам уже не откроется, и отношения перейдут в некоторое ощущение формальности. Кстати, вот для меня ещё очень важный критерий потери эмоциональной близости, вот что это за чувство, как оно ощущается, помимо обиды или каких-то, ну, таких совсем жёстких, совсем, ну, таких вот болезненных ощущений. То есть это некоторое такое ощущение, когда отношения стали формальны. Вроде пообщались, но не глубоко, да, как бы там вопрос, как дела задаём, ну, нормально, да, какие-то пресные состояния начинают возникать в жизни, да, или если вы задали вопрос, как дела, вы не дослушиваете до конца, да, или, ну, примерно как бы понятно, то есть как бы потеря некоторого такого сверхинтереса к другому человеку. Вот. Но и в частности это иногда бывает как раз, если один второго пытался, ну, как-то покритиковать, не знаю, там, внутри что-то поменять и как заявить о том, что вот эти аспекты классные, а другие не классные. Опять же, что касается сексуальной жизни и переживания близости, мне кажется, ну, очень яркие сексуальные переживания могут дать ощущение близости, потому что так как в сексе люди, наверное, нигде ещё глубоко не открываются. Если всё-таки вы что-то пережили вместе, да, у вас был флирт, соблазнение, какое-то совместное приключение, или, опять же, там, яркие сексуальные переживания, то начинает формироваться такое, как чувство, ну, вот, как это, привязанности даже, ну, такой приятной привязанности, да, как увлечённости человека. И получается, что в сексуальной жизни, если ваш партнёр немного глубже начинает открываться, и в этот момент вы становитесь враждебными, это, конечно, будет не очень приятно. Второй пункт, да, какая-то чрезмерная попытка сразу влезть во внутренний мир человека, ещё до того, как человек готов вам где-то приоткрыться. То есть, допустим, что это может быть за форма? Так, только мы встретились, только мы пообщались, да, как бы только первая скра проскочила, а давай сразу знакомиться с родителями, а давай после первого секса съедемся вместе, а давай как бы и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вы ещё, по сути, не успели даже как настроиться друг на друга, а как попытка прямо ворваться в мир другого человека, ну, она чем чревает? Это, конечно, бурное, яркое приключение и так далее. Но через некоторое время вы можете заметить, что форсирование событий предоставило некоторый дискомфорт кому-то из сторон. Допустим, если вы сначала очаровались, ворвались и увидели какие-то недочёты, скорее всего, вы разочаруетесь. Или, допустим, вы ворвались, потребовали себе близости, человек вам отдался, вы что-то пережили, думаете, да ладно, пойду как бы себе дальше. Вы не успели ещё привязаться к человеку, вы не успели ещё, ну, что-то всё пережить, вы не успели, вот ещё нет той подушки, как бы, да, близких отношений, в которых, ну, формируется такое глубокое ощущение, чувство и доверие друг к другу. И в этом смысле, мне кажется, оно правильно всё-таки как это, поэтапно сближаться, а не как сразу вываливать всю душу. Хотя, ну, просто можно понимать, что вы можете там сделать огромный шаг, а вот человек, допустим, может где-то испугаться таких переживаний, да, или как... главное, чтобы все были примерно одинаково готовы. Третий момент. Я против сексуального насилия любого. Вот. Я за садизм и мазохизм, я в этом смысле, да, как бы, пожалуйста, любые фантазии, сопряжённые с этими переживаниями, можно воплощать, реализовывать. Но, а если, как, домешивается, кроме каких-то очень приятных, обоюдных влечений и переживаний, ну, как некоторое эмоциональное давление, требования, ну, своего рода тоже насилие над второй стороной, над душой другого человека, над телом другого человека, поверьте, всё равно будет враждебность, обиды, и, в общем, будет, ну, где-то в конечном итоге не очень приятное ощущение. Ну, как понять, наверное, вот это ощущение сексуального насилия, где оно в мелочах может проскакивать? Ну, то есть, допустим, если человек начинает использовать не методы соблазнения в общении, а, допустим, требования, ну, у нас же супружеский долг, да, или там, ты мне давно не уделяешь внимания, или женщина, я люблю вот так, и, как бы, давай только так, и не как по-другому, да, ну, то есть, такое, как бы, ну, может быть, чуть жёстче состояние, чем может реально выдержать, там, другой человек. И вопрос даже не как только, ну, наверное, как в грубости, в сексуальных переживаниях, а в некотором давлении перед сексом, да, ну, то есть, это, конечно, будет всегда дискомфортно, и, поверьте, даже если человек продавился под вас и, там, как бы, отдался, или вы что-то там, ну, как это, где-то пережили, потом будет всё равно, ну, некоторый эмоциональный осадочек, и, соответственно, уже, ну, как вот, такого глубокого, трепетного ощущения, сопереживания, обоюдного влечения, не знаю, его уже будет достичь намного сложнее. Более того, знаете, сексуальная месть — это страшно. Ну, в каком смысле, да, у меня были случаи, когда на консультации люди приходили, да, и, в общем, рассказывали, да, что, ну, на самом деле, вот кто-то хочет секса, а второй партнёр не хочет, да, вот, ну, хотя, вот, видно, телами они друг друга привлекают и так далее. Вот почему? Когда-то кто-то кого-то, там, прессанул в сексе, а второй сильно закрылся, да, как бы, ну, и дальше, по сути, человек начинает отмораживаться, как бы, уже, там, боясь пережить похожие переживания. Мне кажется, вот, в сексуальных переживаниях и в каких-то очень чувственных, откровенных, когда мы делимся своими глубинными сокровенными чувствами, мы, ну, трепетные, мы все нежные, мы все хрупкие в чём-то, да, и вот в этих моментах, когда ваши близкие люди на вас открываются, ну, или люди, с которыми вы начинаете только сближаться, нужно быть особо аккуратным в высказываниях, в действиях, да, в поступках и так далее. Ну, тут, я думаю, в принципе, понятно, да, как, ну, с другой стороны, конечно, я не сторонник невротизации этих моментов, то есть, если вы понимаете, что когда-то вы на близкого человека обиделись, тут же есть и вторая сторона медали, нужно простить и объяснить, что было не так. То есть, допустим, если вы, ну, находитесь в какой-то такой пассивной, ожидательной позиции внутри отношений, то, соответственно, вы будете что делать, ждать, когда человек там сам поменяется, до него допрёт, дойдёт, там, будь то женщина или будь то мужчина. Я слышала невероятное количество историй от мужчин, ну, как бы, знаете, вот, любая мелочь, ну, воспринимается враждебной, если, допустим, как в сексе женщина проявила, ну, некоторую такую грубость, да, высокомерность там и так далее, да, и в быту потом, конечно, то же самое, да, вот любая вот эмоция, которая у женщины там происходит, она сразу, ну, берётся на личный счёт. Ну, и у женщин, в общем, тоже, да, мы любим себя где-то дорисовывать, дошифровывать где-то, немножечко демонизировать других людей, и это нужно учитывать, да, и с этим нужно самостоятельно работать. Но я рекомендую, если у вас есть некоторое эмоциональное напряжение, да, в первое, о смысле, в чём его природа, да, и второе, учиться на эти темы говорить не враждебно, не агрессивно. Любому человеку неприятно, если на него вываливают кучу агрессий, в претензии, в состоянии обиды прямо, ну, то есть можно, как бы, дать обратную связь, можно, как, проговорить, опять же, не, как это, обижая второго партнёра, иначе, знаете, как слово за слово и всё, и даже если тела друг друга привлекали, секса уже не будет. Вот, умение прощать, то есть если вы понимаете, что в сексуальных практиках, там, в ваших близких отношениях вы попробовали сделать что-то новенькое, а с первого раза у вас опыта не хватило, ну, там, банально, знаете, вы не там нажали, не так чего-то сделали, или там, знаете, вот, как бы, ну, не пошло дело, да, можно спокойно всё это обсудить, и, в общем, где-то даже простить, или там, как-то направить своего второго партнёра, как-то подсказать, что так, что не так. Третий пункт, да, вот, как это, это женщинам особенно, знаете, как, ну, это для украинской культуры более характерная такая штука, не знаю, как там в России, в Европе, да, в русскоязычном пространстве, потому что всё-таки культурное наше наследие, оно оставляет некоторые отпечатки на то, как мы относимся к сексуальной жизни тоже. Ну, вот, допустим, для, ну, вот нашей культуры, такой украинской, частые такие, ну, как обращения бывают, когда, допустим, женщины начинают, ну, где-то немножко в раздражённой форме мужчине заявлять на тему того, что ты, там, меня не так, в общем, как ублажаешь, не так мне наслаждение даришь, там, не знаю, там, секс у меня с тобой классный, но хотелось бы получше, да, ну, то есть, но форме, по сути, такой осуждающей и требующей, да, вот, это неправильно, то есть, лучше концентрировать сознание на том, что приятно и прикалывать человека на делание вам приятно, но в мужском варианте в ту же сторону, то есть, если вы понимаете, что женщины не знают, как доставить вам телесные ласки, можно было бы, как, её направить и признаться, и проговорить, и где-то даже поощрить в каких-то моментах, да, ну, то есть, вот, понятно, если у человека большой сексуальный опыт, у него наработан, да, это ощущение, что, ну, что там чувствует с другой стороны человек, да, то есть, вы, в принципе, знаете, или если человек, там, банально, телом очень много занимался, и, в принципе, тоже это чувство, оно, как легко, ну, вот, что ли, есть уже, да, это ощущение, там, то есть, вот, что ощущает другой, когда вы к нему, там, прикасаетесь, или, там, вот, как вам бы было приятно, да, но если у вас, допустим, напряжённый партнёр, или вы сами ещё, да, как-то где-то понимаете, что есть телесные стопы, есть какие-то сверхсознательные установки, лучше проговори. Третий момент. Должно быть очень глубокое приятие своих фантазий, да, и это, конечно, поможет вам где-то открыться на фантазии второго человека. Поверьте, в отношениях все ищут близости и глубины. Я вот не встречала ни одного человека, который говорил о чуповерхностных, ни ярких, ни пиковых переживаний и так далее. Мы для, ну, парных отношений как раз исходимся для того, чтобы что-то такое этакое, специфическое проживало, да. И получается, что если, допустим, у человека самого есть чувство стыдливости в отношении фантазии, он на партнёра иногда может перекладывать ответственность за, ну, как вот, давай раскрепости меня, давай там что-то со мной сделать, но, по сути, как бы, знаете, вот враждебность есть и к своей сексуальности, а на 100% будет отражаться и на сексуальности другого человека в виде подщемливания, ревности, ну, как бы необоснованной или обоснованной, но очень жёсткой и так далее. Вот, следующий пункт. Ну, мне кажется, нельзя партнёру подламывать кайф. Но если у вас человек что-то любит, и вы, допустим, начинаете сближаться, и вы просто начинаете мешать человеку проживать какое-то прикольное переживание, ну, не знаю, даже там, это могут быть встречи с друзьями, это может быть какое-то увлечение, не знаю, там человек на роликах любит кататься или ещё на чём-то, и вы, как бы, придерживаете какие-то даже маленькие кайфушки между вами уже, ну, далее, даже, поверьте, может, и в других аспектах может какое-то ощущение натяжения спадать. Ну, что, опять же, наверное, для сексуальной жизни мы ищем партнёров, которые вместе с нами ищут каких-то ярких переживаний, да, напарников для переживаний или, там, я не знаю, союзников для организации чего-то, да, или близких-близких людей, которые мы можем вот-вот открыться вообще, да, совершенно глубоко, да, и чтобы у нас были, опять же, эти пиковые страсти. Если мы начинаем воспринимать второго партнёра как объект, который нас сдерживает, у нас и так много факторов, которые нас сдерживают. Не знаю, карантин, например, да, какие-то социальные нормы, правила, там, не знаю, воспитание детском, да, ещё какие-то, ну, не знаю, там, сверхсознательные установки НЭС, много где в мире кто-то пытается ограничить. Но это, если начинает быть наш партнёр, конечно, о близости мы уже говорить никак не можем. Следующий пункт. Мне кажется, очень-очень важно не ослаблять своих сексуальных партнёров. Это невероятно распространённый сценарий, особенно в длительных сексуальных отношениях, когда человек классного партнёра нашёл, секс прикольный, всё зашибись. И потом же возникает такое чувство, ну, класс, я же нашёл то самое тело, того самого классного партнёра, больше никого мне не надо искать, там, напрягаться, ещё чего-то. И сразу же возникает чувство страха, тревожности, а вдруг это тело, этот партнёр куда-то денется, он же классный. И, соответственно, что надо сделать? Ну, допустим, человека по чуть-чуть начать так незаметно, аккуратно ослаблять. Какими способами? Например, там, поставить материальную зависимость, помешать в делании следующих шагов социальных, мол, давай вместе, там, я тебе чуть-чуть помогу. Мешание в, ну, как, ну, не знаю, там, проживание прикольных переживаний с друзьями, например, компания, которая, знаете, любые даже лёгкие эмоции, они же тоже человека делают сильнее и так далее. Ну, такое, как бы, негласное привязывание к себе, ну, то есть, вот, мне писали в личное сообщение на прошлой неделе, и вот, когда мы ответы на вопросы в зуме делали, тоже эту тему поднимали, что большинство сейчас вот литературы направлено, ну, вот именно на обучение соблазнения разбирает какие-то такие, ну, не знаю, идеи, типа, как привязать к себе мужчину суперклассным миньетом, или как там отбить кого-то за счёт второго, да, ну, в общем, или какими манипуляциями добиться секса, или как там обвести противоположный пол вокруг пальца, чтобы он тебе там что-то там как-то сексуально был обязан. В общем, это всё ни о чувственности, ни о близости, ни о соблазнении, да, и, соответственно, если вот такого рода идеи, ну, взять за основу отношений, в любом случае человек будет доминировать над партнёром, да, а не сделать его сильнее. Мне кажется, самые крепкие пары, это когда, ну, и сексуальные в том числе, когда люди усиливают друг друга и помогают друг другу прожить разного рода страсти, от таких партнёров точно не хотят уходить. Если человек научился, ну, где-то, знаете, вот быть союзником, да, быть человеком близким, быть человеком, ну, не знаю, радующимся за переживания партнёра, и в частности создающим эти переживания, то, верите, это очень круто. Следующий пункт, да, эмоциональная близость, она во многом, мне кажется, формируется из умения выразить внутреннее переживание. Если человек наружу невыразителен, ну, то есть, допустим, у вас там страсти кипят, а вы об этом партнёру за год один раз признались на день рождения, сказав, я тебе там желаю того-то и того-то, и больше вы как бы свою чувственную сферу на партнёра не разворачивали. Хотя по факту телесно в сексе вы проявляетесь, но тоже вы немного недоразвернёте свои глубокие переживания. Это будет как-то, ну, вот, знаете, как чуть менее ярко, чем могло бы быть. То есть, ну, по сути, для этого нужно что делать? Учиться описывать свою эмоциональную сферу. У нас сейчас есть такая проблема, ну, с другой стороны, как бы и прикольные какие-то современный мир нам даёт вещи. Ну, допустим, мы сейчас же чувства, как выражаем, чаще всего в переписке, там, не знаю, в смс, в чатах каких-то общаясь, через смайлики, да, там, эмоции. А как, там, мы отправили тёмик, мы хотим, мы отправили тёмик, мы рады, мы отправили там тёмик просто, когда мы как это, не в каком настроении, просто это был социальный ритуал, да. Ну, и у нас атрофируется, на самом деле, привычка вообще замечать, что мы ощущаем внутри. В частности, к своему партнёру. Если у нас есть эта привычка систематическая, регулярная мысль, внутренний мир, эмоциональный, да, там, не знаю, переживание благодарности, переживание восхищения, влечения, очарованности человеком, да, опять же, сексуального натяжения, влечения, да, любования своим партнёром, мы его как бы и недовыражаем, между нами чего-то и недопроисходит, да. Я думаю, все видели хотя бы раз в жизни пары, которые вот они как брат и сестра ходят рядом, да. Ну, то есть, они вроде там о работе говорят, о том о сём говорят, да, но вот как-то вот всё вроде да, но вот чего-то как бы и не хватает чего. Они как бы не научились выводить страсть друг на друга. Это тоже, ну, некоторая задача научиться, как о этих чувствах говорить. Можно было бы, ну, русскую классику почитать для этого, да, чтобы вообще заметить, какие переживания есть. Но завтра будет абсолютно вообще гениальная, на мой взгляд, лекция. Лиля Кунаева, она будет вас прикалывать на поэзию, в которой есть чувственные аспекты. То есть, ну, где-то немножко эротичные переживания, где-то такие глубокие вот на интимное состояние. И в принципе, ну, как в культуре человечества произведений много разных, да, но это один из способов вот вообще дотянуться до этих переживаний, ну, как вот поискать, что люди могут переживать о свой внутренний мир, ну, а как сделать более, что ли, гурманским, таким вот, знаете, утончённым и облачить слова ещё вот, ну, вот те ощущения, которые вы испытываете к близким людям. Кстати, также нужно выделять время, фокусировать внимание на этих ощущениях, да, и нужно выделять время на формирование переживаний. Если у вас всё время, ну, как работа, другие аспекты на первом месте, чувственные переживания, они где-то там, между прочим, или там секс тихонечко ночью, а потом все разбежались, как бы, ну, не прикольно будет, да, то есть для романтизма в отношении, для близости, для трепетных моментов нужно хотя бы чуть-чуть выделить на это время. Это не значит, что теперь мы, как на всё остальное дело в своей жизни забиваем, да, как скорее нет. То есть, ну, мы обязательно в свой рабочий график, не знаю, активного человека, современного там, жителя и так далее, вписываем, да, вот место на рефлексию своих внутренних состояний, на рефлексию своих ощущений и на формирование этой близости между нами и партнёром. Далее, умение слушать, как ни крути для сексуальной жизни, это тоже очень-очень важно, и умение наблюдать за партнёром, да, то есть на что реагирует ваш партнёр, этот навык, он помогает и сблизиться, но он также и помогает, что сделать, подметит, что возбуждает вашего партнёра, после чего настроение падает, после чего, наоборот, как ваше приятное расположение духа усиливается, да. И, кстати, ещё один такой важный момент, да, вот, особенно в сексуальных переживаниях, ну, то есть вот этот закон, я его просто почти на всех своих лекциях говорю, да, да, то есть к сексуальности очень должен быть такой светлый, позитивный подход, тогда её развить можно, тогда можно что-то пережить, тогда можно, как это, не наломать новых дров, потому что если люди начинают решать сексуальные проблемы, сели, загрузились, как бы там, и начинают высказывать друг другу претензии, это путь в никуда, да, то есть, и, соответственно, тут, ну, два таких момента есть. Первый момент, не уходите в прошлое, то есть, если вы начинаете постоянно грустить, а вот помнишь, мы когда познакомились, было хорошо, а сейчас уже, как это, времена не те, мы постарели и так далее, ну, как бы, ну, фокус внимания не туда, и, как бы, сексуальные переживания уже будут не настолько ярким. И второй момент, как вы можете актуализировать, что вам было наиболее приятно, и, как бы, заново предлагать, что вам приятно сейчас, как бы, заново соблазнять своих партнёров, да, то есть, вот, как бы, ну, относиться к ним, как к живым людям. Следующий пункт, многие люди описывают своих партнёров, ну, вот, особенно, если есть некоторые переживания и обиды, всегда переваливая ответственность за происходящее на другого человека, а современный мир, он нам ещё предлагает дополнительные модные словечки, типа, токсичные отношения, там, не знаю, там, вампиризм какой-нибудь и всё такое. Если вы такие метафоры в описании ваших отношений вплели, всё, вашим отношениям уже будет крайне сложно вернуться в нормальный лад, да, почему? Потому что подобные слова очень часто люди используют для чего? Для снимания ответственности себя за свою негармоничную форму поведения, которая косвенно будет убивать ассексуальные отношения в том числе, да, то есть, зрелый взрослый человек, он, как бы, в ответе сам за свои переживания, чувство невраждебное какое-то, формирование среды между двумя партнёрами. Ну, и, соответственно, если вы так посидели, там, не знаю, какие-то у вас мелочи, мелкая домашняя ругань произошла, и вы думаете, всё, у меня токсичные отношения, как это, не потому что вы сделали что-то не так, да, как вы меняете эти отношения, а потому что у меня токсичные отношения, и вся ответственность, ну, как бы, на виртуальные слова. Всё, вы крайне сложно потом что-то, ну, как восстановите, да, или, возможно, даже и не восстановите. Следующий пункт. Если в отношениях близость ушла, я бы сделала даже такую некоторую практику, отрефлексировала, какие ваши конкретные действия и поступки привели к тому, что, ну, каждый немножко подзакрылся. Бессмысленно упрекать партнёра, да, то есть, ну, как бы, вы можете, там, изучить досконально до каждой мелочи, что что-то мне тут не понравилось, там не понравилось, здесь не понравилось. Если вам много всего не нравится, заканчивайте эти отношения, они вам не нужны. Люди меняются медленно, меняются, ну, исходя из своей внутренней глубинной мотивации, опираясь на свои страсти и желания. Но если ради вас человек сам не захотел поменяться, значит, вывод, ну, вам не по пути. И, соответственно, если у вас есть такое же ощущение, вы ради своих, ну, самых близких сексуальных партнёров не хотите делать какие-то шаги, улучшать свою, ну, не знаю, жизнь, да, вот нарабатывать что-то новое, значит, вывод вы не очень сильно и хотите. Чем быстрее вы будете, ну, что ли, более искренне в отношении этого момента, да, тем, ну, наверное, больше времени вы сэкономите на яркие переживания, яркие эмоции. То есть в этом смысле можно даже делать такую практику, особенно это касается бывших отношений. Нужно проанализировать, что в них пошло не так, именно по вашей, ну, что ли, вашей непростроенности, какой-то некорректности и так далее, и сделать выводы на будущее отношения, да, то есть мы же через отношения, ну, такие парные, близкие, интимные учимся, да, и более того, если у нас есть, ну, эмоциональная закрытость на партнёра, смысл в этих отношениях каков? Ну, на самом деле, как это, без эмоциональной близости роста двоих партнёров на самом деле не будет. Нам же нравятся личности, нас они где-то и притягивают. Далее, если вдруг у вас в ваших интимных отношениях, ну, вот так сложилось, что как вам понравился человек, который менее развратен, чем вы, допустим, вы уже там, не знаю, лекции по сексуальному образованию смотрели, у вас есть свой личный опыт, у вас есть какие-то уже взгляды, вы с какими-то стереотипами уже поработали, и, в общем, вы уже в поиске ярких страстей, а ваш партнёр ещё, в общем, достаточно закрепощённый человек. Крайне неправильно будет вытребовать с человека откровенность. Ну, то есть, допустим, а ну-ка, давай, партнёр, развратись, пожалуйста, за сегодняшний день, за этот час, за одно предложение. То есть, ну, как вот, близость, она же и подразумевает, что чувствование другого человека, да, вот насколько там тонко можно сейчас намекнуть на эту тему, где сказать, где не надавить, да, опять же, если у вас есть сильное влечение, там, возбуждение, да, как бы тяга к человеку, который существенно, там, как и менее развратный, чем вы, то это о чём говорит? У вас специфический контекст сексуальной игры, вам нравится, там, может быть, не знаю, порочить, может быть, вам нравится смущать другого человека, да. И очень важно вот нащупывать эту грань наслаждение, но, как и с помощью этого наслаждения, как раз реализовывать свою сексуальность. Следующий пункт. Если вдруг к вам партнёр в сексуальной жизни сделал шаг навстречу, например, открылся вам и поделился своими истинными, такими глубинными фантазиями, да, то есть, как на это реагировать, мне кажется, первое, даже если вы на это не согласны, да, то есть, никогда не отвечайте враждебно. То есть, если вы, ну, как вот, знаете, на пике страстей, на пике интимности, как бы, человеку, ну, сделайте, ну, не знаю, что ли, болезненное какое-то ощущение, да, ну, там, вы смеете, например, да, или там, как-то прогрессируете, или скажете, фу, так, как такого можно ходить, или я никогда в жизни, и так далее. Ну, вам будет намного сложнее потом, знаете, еще раз подходить к этим близким ощущениям. Вы можете поделиться, можете сказать, вот, ты знаешь, мне боязно такое пробовать, или, в общем, я пока не готов, но мне приятно, что ты со мной там поделился и открылся, да, то есть, вот, нужно создавать какую-то очень, такое, как знаете, вот, очень откровенную среду для общения, и во многом секс — это общение, общение тела, общение душ, общение, как бы, между сексом, соблазнение и так далее, да, это какое-то взаимодействие друг с другом. Ну, и, соответственно, если начинают воспринимать партнер, партнера, как некоторого агрессора, этого, ну, дальше уже, конечно же, не будет. Второй момент — вы можете поделиться обоюдными фантазиями, да, как бы, и там нащупать, может быть, у вас есть какие-то схожие моменты. Обычно, если люди телесно выбрали искренне друг друга, то есть, действительно, есть тяга тела, да, тело к телу, но фантазии, они отражают эту обоюдную тягу, и у каждого, ну, фантазия, канва будет примерно одинаковая, это вот особенно спетые парочки, если, ну, как пообщаться с ними, да, и расспросить глубоко, вот примерно одного и того же люди хотят. Но какие-то тонкости, детали, ну, даже воображение, у каждого же разное, эротическое чувство, оно разное, у каждого, как, не знаю, фантазия, что можно представить разное. Но если вы каждый немного поделились, возможно, в процессе обсуждения вы и дощупаете, что вас, на самом деле, где-то возбуждает. Следующий пункт. Мне кажется неправильным делиться своими эротическими фантазиями с первыми встречными людьми, вообще со всем, которые, знаете, вы, как бы, где-то на улице нашли, непонятно, как бы, где или, допустим, в социальные сети писать, у меня эротическая фантазия такая-то такая, эй, кто со мной? Не получится так, да, то есть, интимная жизнь, она для того и интимная, да, в каком смысле? Кто-то будет агрессировать, кто-то не поймет, кто-то, может быть, там, из интереса вам отпишет, но это все равно по верхам. То есть, вот, ну, мне кажется, вот такое глубокое, трепетное ощущение открытости, оно должно быть, если вот между людьми уже есть некоторый контакт, и оно постепенно происходит, да, то есть, вот, ну, это никак ни в коем случае не исключает какие-то спонтанные сексуальные переживания, допустим, вы в отпуск поехали, да, и захотели там кого-то себе найти где-нибудь, да, какое-то сексуальное приключение, это о другом. Я говорю именно о разворачивании каких-то глубинных аспектов себя, да, ну и опять же, нужно смотреть, насколько два человека готовы открыться друг на друга. Нельзя насиловать и требовать, откройся на меня так, как я хочу открыться на тебя, да, то есть, нужно давать время, да, и постепенно, что ли, к этим переживаниям переходить. Следующее направление, что убивает близость точно, вот, поверьте, в этом, знаете, как можно специально даже где-то проверить, если вам отношения надоели, да, как бы вы хотите их убить, как бы точно будет рабочая штука, да, ну, то есть, юзерство, да, то есть, вот, если партнер, как бы, подюзывает сексуальность второго, ну, то есть, знаете, вот, как это понять, ну, то есть, вот такое, как бы, ну, думать только о своем удовольствии, как бы вообще не интересует желание второго человека, да, на самом деле, пофиг чего там, какие мысли, взгляды там и так далее, то есть, на самом деле, ко второму человеку нет, ну, такого человечного отношения, да, дело не пойдет, да, то есть, может быть, только там в особых случаях садистических контекстов, когда, ну, там, не знаю, там, одному человеку нравится власть над вторым, да, второму, наоборот, ощущение пренебрежения, унижения, там, не знаю, там, как потери тотального контроля, когда там человек гордыня где-то через эти сексуальные переживания прорабатывается, я допускаю, но и то, в этом переживании есть близость, люди ощущают, что возбуждает обоюдно друг друга, во всех других случаях, ну, допустим, там, чисто, знаете, как секс для здоровья, а-ля, там, вот, давай мы займемся сексом, а после еще недели видеться не будем, не очень-то хотелось, но вы думаете, напрягу-ка я своего партнера, да, ну-ка, давай поработай, ну, в общем, оно не пойдет, да, то есть люди не любят юзерство, кстати, можете проверить такую штуку, ну, даже если у вас очень яркие такие приятные сексуальные переживания, вы думаете, а, человек на машине прикольно идет, а может, меня еще и подкинет куда, ну, мы-то, мы сексом занимаемся, заодно и шофером поработает, да, ну, не прикольно будет, да, то есть все это чувствуют, да, как бы это неправильно, следующий пункт, мне кажется, он о сексуальных обманах, но в каком смысле, если вы знакомитесь с человеком и начинает у вас устаканиваться некоторая связь, да, вам нравится уже там что-то переживать друг с другом, вы знаете, допустим, о своих сексуальных предпочтениях, о каких переживаниях вы ищете, да, вот что-то глубокое вы уже в себе открыли и думаете, а вдруг человеку я не понравлюсь такой, и все замолчали с самого начала, да, как бы пытаясь отыграть какую-то другую роль, да, ну, то есть, ну, где-то, получается, как обманывая у своих сексуальных предпочтениях, поверьте, дальше вам будет сложнее, вы будете чувствовать ощущение неестественности в общении с этим человеком, вам придется как бы постоянно, да, там, из себя там что-то изображать и будет в конечном итоге формироваться в процессе вашего общения, такое чувство как, знаете, такой легкой пластиковости, неестественности, натянутости, вроде как бы поговорили, а глубины в этом на самом деле нет, ну, и получается, на самом деле тоже бывают такие проблемы, когда человек, там, знаете, искал себе партнера достаточно там откровенного и все такое, кто-то понравился, человек под репуританских нравов, и человек начинает врать, да, вот, а я, в общем, не развратное существо, ну, насколько человека хватит там себя контролировать, ненамного, да, то есть мне кажется, вообще правильно искать сразу партнеров, которые вам нравятся, а не тех, которых вы хотите поменять, да, давать выбор какой-то, в общем, обман, он рано или поздно вскроется и, в общем, будет не ок, нехорошо, то есть намного ярче переживание, если человек учится открываться сразу, особенно это касается, вот, если у вас, ну, вот, тех людей, у которых уже был опыт неудачной парных отношений, ну, или там, у вас уже было всякое, да, и вы сейчас хотите, вот, уже простроить отношения не шаблонные, глубокие, интересные, да, то есть, ну, в принципе, вы, там, материально независимые от других людей, смысл врать, вот, не тратьте время, да, как бы, жизнь, она короткая штука, да, вот, безумно короткая для переживаний, максимально, тотально нужно этим воспользоваться, да, нужно прожить все страсти, которые есть, и будет тогда очень глубокое чувство удовлетворения, вот. Далее, мне кажется, неправильно брать лишнее обязательство с близких людей, которые на самом деле их угнетают и напрягают, то есть, допустим, вы там как-то наехали на партнера и говорите, вот, ты там, то-то не то, то не так, а ну, давай никогда так больше не делай, допустим, в сексе, а человеку хочется, да, ну, то есть, получается, что, опять же, вас будут воспринимать как враждебного партнера, да, и, в общем, как бы скорее какое-то чувство вины за свои желания будет. Кстати, чувство вины и сексуальность, они, в общем, с собой несовместимы, только, вот, опять же, определенная сексуальная роль может это переживать, ну, такое какое-то наслаждение от мучений, там, это мазохистические роли, но если, знаете, вот нормальному человеку, ну, как, у которого, может, даже и нет мазохистических каких-то наклонностей, начать, ну, вот, провоцировать, упрекать, там, вот, ну, по любым вопросам, да, не касающиеся даже сексуальной жизни, но провоцировать чувства вины, человек нормальный не может испытывать чувства вины и возбуждения одновременно, это, как бы, противоестественное ощущение. Более того, когда у нас есть искреннее сексуальное влечение к другому человеку, мы что чувствуем? Мы же чувствуем себя особо привлекательными, мы чувствуем себя целостными, мы чувствуем какую-то вот изюминку, как себя, так и другого человека, это очень, ну, такое, знаете, как очень тонкое и очень целостное ощущение. И получается, что если вы провоцируете у человека не целостные, а любые переживания, да, то есть подавленность, чувство вины, как бы зависимость, сексуальность уже сложнее переживать. Вот, поэтому, ну, вот, можно подумать, да, через какие формы можно человека пробить на чувство вины и, соответственно, как это чувство вины где-то устранять. Так, далее, ну, мне кажется, вот, особенно это касательно сексуальных экспериментов и переживания близости. Если вы пара и вы решили что-то новенькое попробовать, у вас все классно, вам прикольно, вы, как бы, душа в душу, но вам хочется просто, ну, просто хочется ярких страстей, там, переживаний и так далее. Поверьте, в первых пробах у вас что-то будет идти не так, и это нормально, да, то есть у вас же опыта у двоих нет, ну, каким-то новым, не знаю, там, переживанием, может быть, там, поездкам куда-то. И вот, когда-то читала лекцию на проекте Yoga Travel о таких ярких приключениях в путешествиях, да, то есть как ярко путешествовать, чтобы было наслаждение, в поисках наслаждения, я там немножко рассказывала, ну, даже вот есть такой опыт, иногда пары ездят в свинклубы какие-то, да, ну, то есть почему? Потому что им что-то хочется пережить вместе, да. И вот, допустим, если у вас это первый опыт такой, да, то есть вы первый раз вообще как решились, не нужно ставить сверх цели себе, вот сегодня мы переживем все фантазии раз и навсегда, как слаженная командочка и так далее. Классно, если вы знаете, чего вы ищете. Часто же пара начинает экспериментировать из-за ощущения, что оно чего-то хочется, а чего еще до конца непонятно, или фантазии какие-то рождаются, опыта еще воплощения этих фантазий нет, человек начинает что-то делать, и вот как бы не хватает даже воображения, как нужно простроить форму поведения. Правильно, вот когда вы нащупываете новую форму взаимодействия друг с другом, сексуальной жизни, или там тот же свинклуб, допустим, поехали, опять же обсуждать, что понравилось, что нет, да, как бы еще раз вместе бы изучая эту тему, да, и, ну, как корректировать, что нужно еще в будущем, в дальнейшем, в какой-то степени учесть, что точно не нужно делать, да, то есть вот где-то такие аспекты. Далее, ну, наверное, здесь уже такие моменты, ну, какие-то очевидные, но тем не менее, да, то есть мне кажется, вообще никто не любит сексуальный контроль, ну, то есть, знаете, как состояние такое, вы начали быть близкими, ну, между вами что-то произошло, и человек начинает там, а ну-ка расскажи мне, что у тебя в жизни было, расскажи мне о всех своих бывших, расскажи там еще о чем-то. Но если второго партнера это возбуждает и такого рода вопрос, они, скорее всего, будут не в требовании, а в таких пикантных расспрашиваниях, это прикольно. Но если второй просто хочет проконтролировать, да, здесь элемент доминантности домешивается, поверьте, близость пропадет, да, то есть вот, но тоже своего рода тоже какое-то правило, не спрашивайте, ну, не задавайте эти вопросы, ответы на которые вы реально не готовы услышать. А с другой стороны, ну, вот, знаете, как если вы начинаете выбивать, требовать, ну, допустим, люби меня, давай, пожалуйста, хочу, чтобы ты вот как-то ко мне специфично относился, ну, с элементами такого, как, ну, не знаю, что ли, может быть, балование, агрессия какой-то и так далее. Близость, даже если она была, она начнет как бы куда-то улетучиваться. Следующий пункт. Бывает такое, что, ну, допустим, у вас были сексуальные переживания и интимность, ну, то есть вы реально пережили что-то такое особенное, что-то глубокое, вы как-то, вот, не знаю, насладились, вы, не знаю, вот, очень яркие там оргазмы вместе пережили. И вам просто прикольно находиться вместе. Но у вас работа или у вас какие-то дела, да, то есть, и, ну, вы понимаете, вот надо срочно быстро как бы куда-то переключаться. Предупредите своего партнёра, что вы переключаетесь в дела. Если вы просто ушли работать, ну, допустим, и считаете, что второй человек, там, у него же, наверное, точно так же, мы не знаем, да, может так же, а может и не так же. Бывает степень загруженности партнёров разная, да, или, допустим, степень глубины проживания этой эмоциональной близости, да, готовности в эти чувства погрузиться, оно тоже бывает, ну, достаточно разное. Если вы позаботились о эмоциональном состоянии партнёра и предупредили, мне очень приятно это проживать, но дальше, да, мне нужно, как, отвлечься на работу, да, или там пропадаю на такой-то период времени, вы внесли ясность, как бы предупредили, да, как бы не подвесили и так далее. Поверьте, человек не будет нашифровывать себе ничего. Если вы просто пропали, как бы, и вот, а второй человек, ну, где-то ждёт в сладком ожидании, вот сейчас мы продолжим парковать, скорее, ну, не получив ожидаемое ощущение, что человек будет испытывать обиду и дальше уже второй раз не захочет открываться. То есть получается, что вот, ну, когда мы пиково раскрылись, нам надо как-то ещё свернуть немножечко эти поля, да, или как-то переключиться на что-то другое, но это не равно отморозиться от второго человека. Вот. В принципе, вы по своему опыту, уже оглядываясь назад, я думаю, можете, ну, там, точно сказать или ваши партнёры вам могут подсказать вообще, как человек эмоционально открытый или нет. То есть понятно, когда вы что-то испытываете ко второму партнёру или нет. И, соответственно, если вы, там, человек, который душу легко разворачиваю, да, то вам надо, как бы, там, да уточнить, ну, там, может быть, там, на что-то переключиться. Если вы человек, который, ну, редко вообще открываетесь, да, ну, у вас есть некоторая такая замкнутость, закрытость, да, как бы, ну, там, и так далее. Может, вам показалось, что вы о человеке позаботились, да, а с другой стороны это было непонятно. Ну, люди же разные бывают. То есть в этом смысле, мне кажется, такая внимательность к чувствам партнёра, это тоже залог, залог будущих приятных ощущений. Дальше. Ну, такая сексуальная эмоциональная близость, она ещё иногда рождается из переживания, готовности друг друга куда-то отпустить. Как ни крути, ну, не знаю, для меня это очень важный критерий, да, если вот, там, ко мне враждебный или меня, там, пытается где-то подщемить, я всегда, как бы, скорее буду напрягаться. И наоборот, если, знаете, вот, есть некоторое ощущение доверия, готовности, там, вообще меня не сдерживает в любых моих желаниях, у меня очень сильно возгорается, да, там, переживание близости, влечение к человеку, и вообще уважение огромное к человеку. То есть получается, что, ну, вот, отпустить даже, не знаю, там, на встречу с друзьями, на какие-то переживания другие, да, как бы, и не пытаться заполонить весь внутренний мир другого человека. Бывают такие специфические нарушения, когда, знаете, вот пара им хорошо вместе, они сошлись, и начинается вот прям борьба за внимание, что вот ты больше никуда не ходил, и всё, замкнулись, да. Какое-то время будет прикольно, но через некоторое время всё равно эмоции будут иссякать. Нам надо иногда, как бы, знаете, ещё другими эмоциями где-то напитываться, с другими людьми общаться, но не отгораживаться, да, то есть мне кажется, что какое-то живое общение, даже дружеское общение, если у партнёров есть, помимо друг с другом, ещё есть, ну, какие-то друзья, это на близости очень круто отражается, потому что, в общем, как человек становится менее зависим, да, и, соответственно, как, ну, более искренне, более зрело и переживание возможно. Так, ну, о чём мы ещё сегодня можем поговорить, да, как, наверное, ещё таких трепетных моментов, когда включается близость в сексуальных переживаниях, после проживания искренних, глубоких, тонких моментов, ну, я бы даже сказала, в современной психологии это называется посторгазменная ласка, но на самом деле фаз любовных игр, мне кажется, намного больше, чем просто техническое описание реальности, но и тем не менее, да, мне кажется, нужно учиться именно ослаждаться. Я, ну, знаю некоторых людей, да, как бы, тоже, которые ко мне иногда на консультации приходили, вот, к людям, которые вот что-то произошло, и, скорее, человек настолько неловко, и человек сразу после секса старается, как бы, куда-то убежать в душ, например, да, как бы бегом-бегом, как бы, всё-всё-всё, как бы, там, дела-дела и так далее. Наоборот, нужно учиться погружаться и в эту приязнь, любовь, да, как бы, в это ощущение такого поняшется, там, не знаю, как бы, может, помурчать немножко, как бы, вот, давать возможность себе это прожить. Ну, и, кстати, здесь стереотипы, какие мешают, вот, такого рода, такие, ну, тёплые, интимные моменты после секса, допустим, прожить. Чувство это слабое, что я буду как тряпка, да, там, а вдруг я стану зависим, или, там, в мужском варианте, как бы, чувство это всё телячьей нежности, это только женщинам, там, важно, и так далее. Или женщина, там, допустим, я к нему сейчас как привяжусь, и что мне потом дальше делать, да. Ну, и вот такого рода вещи. Или, допустим, через чувства можно манипулировать. Я сейчас вот так вот размяк, открылся, а теперь что? Сейчас из меня верёвки будут вить, и начнут, там, чего-то, ну, как бы, делать. Мне кажется, даже, вот, возможность побыть в тишине, там, полежать, пообниматься, да, там, понюхать друг друга, это тоже очень трепетные моменты, тонкие моменты. Мне кажется, вот в такие моменты иногда рождаются, кстати, новые идеи, как развивать эти отношения. Знаете, вот, особенно вот самые такие яркие, самые тёплые, самые приятные, вот если их смаковать, вот в них допогружаться, у вас родятся идеи, да, вот, возможно, вам захочется вместе больше времени провести куда-то и так далее. Кстати, тоже очень важно, да, если с вами лучше, чем без вас, отношения будут. Если вы выносите мозг, там, не знаю, требуете раздражать, конечно, отношений не будет. Это как вот, ну, не знаю, априори, должны два партнёра понимать, да, что, ну, и в сексуальной жизни в том числе. Я слышала такие истории, даже не только от мужчины, а от женщин, да, когда женщина говорит, блин, ну, классный мужчина, всё, там, влюблённость, ну, блин, мозг же выносит так, что, ну, его в баню, да. Как бы по каким-то другим мелочам, например, там, крошка не помыта, или там, давай сначала вот будем так, а потом вот так, ну, там, бытовые вопросы. Ну, там, Катюша на этой неделе Полей читала вам лекцию на тему семейной жизни и сексуальных переживаний, да, как вот уже, когда есть дети, особенно маленькие, да, как вплести сексуальность в образ родителя и так далее. Она там как раз и рассказывала, что очень важно, чтобы были помощники, няни, да, как бы кто-то, кто немного разгружает от бытовых вопросов, да, и, соответственно, возникает некоторое переживание для чувственности. Но я от себя ещё добавлю, что однозначно, да, если вы постоянно с партнёром занимаетесь бытовухой, а у вас нет времени для чего-то праздного, возвышенного, да, как бы для, ну, каких-то моментов уединения, ну, ваши отношения даже при классном потенциале, при сильном увлечении друг друга, они будут постепенно иссякать. То есть вот, ну, нужно видеть друг друга в других ролях, подчёркивать, подсвечивать. Тут, кстати, я считаю, что своим близким людям надо делать подарки, но подарки не обязательно, как бы материальные, дорогие там. Это внимание, да, то есть, опять же, ну, подарки, которые улучшают сексуальную жизнь, это какие подарки? Помимо секс-игрушек, да, помимо каких-то, как это, там, поездок куда-то и так далее, да. То есть вы можете дарить небольшие подарки, которые будут намекать на вашу сексуальную игру. Вот. И это может тоже формировать некоторые ощущения интимности, близости и так далее. Ещё один момент, который, мне кажется, важно тоже учиться, его как-то в свою жизнь воплощать, что это за момент? Умение разболтать другого человека на то, чего ему хочется, да. И, ну, вот, знаете, там, не только на день рождения воплощать желание здорового человека, а как-то вообще содействовать этой теме, этой сфере, как это, ну, стараться сделать какие-то, привнести яркие эмоции вашему близкому человеку, партнёру в вашу жизнь. Ну, то есть, вот какие есть принципы, вот как поговорить на эти эротические темы? Ну, вы должны быть сами расслаблены. Это раз, да. Два, вас не должны там подслушать или не, ну, знаете, вот человек тоже должен, как бы, ну, не знаю, что ли, где-то открыться. Третий момент, да, как бы не говорите в форме допроса. Вопрос, допрос, вопрос, допрос. И так, здравствуйте, что вы любите, с чего вы хотите, как бы, и так далее. Это точно будет убивать. Делитесь своими переживаниями. Нужно делать некоторый шаг навстречу, да, вот себя начинать. Следующий пункт, да, как бы фиксируйте ваши обоюдные желания, вот то, что вы уже где-то, ну, вместе обсудили, не знаю, какие-то новые, какие-то фишечки придумали, да, что можно было бы вместе пережить. Не откладывайте их в долгий ящик, опробуйте их как-то реализовать. И вкладывайте сами усилия по созданию таких приятных переживаний и приключений. Я сейчас нам инстаграм переключу, у нас там уже час времени общения нашего прошел, да, поэтому буквально полминуточки перерыв. Возможно, у вас уже есть некоторые вопросы, вы мне их напишите. А я, ребята, кто в инстаграме, я вижу, у нас тут много народу, там около 50 человек, но переключитесь буквально одну секунду, сейчас я завершу и включу опять трансляцию. Так. Может быть, в Фейсбуке пока есть вопросы. Сейчас вы пока напишите, а я буду с радостью, с удовольствием отвечать. Такое интересное ощущение, знаете, какие вот трепетные чувства, ну, я, по крайней мере, ощущаю, пока вот я же и готовилась к нашей беседе, нашему общению. Вот. И такое вообще очень нетрепетное и глючное ощущение, когда смотришь в экран, сразу вопросы не можешь прочитать. Вот. И получается такое ощущение, вроде как сам собой говоришь, но при этом я вас ощущаю. Так. Чувствую вашу энергетику, можно так сказать. Так. Ну что, по-моему, в инстаграме сейчас уже вот ребята тоже подключатся обратно. Так. Кто в фейсбуке? Хотя я сейчас посмотрю, какие вопросы, и потом еще пару комментариев скажу. По поводу, здесь написали, спасибо большое за комментарий, меня упрекали в недостаточном контроле. Ну в каком случае недостаточный контроль будет партнершу где-то обижать или вызывать некоторое напряжение. В том случае, если изначально сексуальная игра, она другая. Ну то есть, где женщине хотелось пережить ощущение потери контроля над собой, чтобы отдаться мужчине, который ее немножко направляет, может быть, к чему-то прикалывает и так далее. Ну, наверное, с элементами садизма. То есть, кстати, а сейчас, собственно, мне бы хотелось с вами еще пообщаться вот на какую тему. Мне кажется, самый простой и самый интересный способ формирования эмоциональной близости это признаваться о себе в своих фантазиях в отношении партнера. Если вы начинаете действовать так, как в вашей фантазии к своему партнеру, ничто не может быть лучшим способом для соблазнения и на самом деле это самое искреннее, что может произойти между двами двумя. То есть, если вы чувствуете, что у вас там отношение к партнерше такое, как, не знаю, очень трепетное, чувственное, вы там человеком восхищаетесь внутри или к партнеру, а вы, по сути, постоянно пытаетесь себе поднабить цену, как бы дела не будет. Да, и наоборот. То есть, вот я бы сказала, что вот этот комментарий, меня упрекали в недостаточном контроле, ну, как бы подчеркивает некоторую шаблонность уже в, скорее всего, в определенной сексуальной игре. То есть, хотелось женщине пережить немножечко другого переживания. Так, ну что, я вижу, уже все присоединились, да? Так, я уже начала отвлекаться на вопросы, на ваши комментарии. Сейчас попробую еще вспомнить, что я вам хотела сегодня рассказать. Как вообще актуально формировать эмоциональную близость? Как вам тема сегодняшняя? Мы уже много с вами таких вот банальных нарушений обсудили. Я вот еще вспомнила, я хотела с вами обсудить еще один пункт, он очень часто встречается, почему, собственно, пара, не знаю, как-то недоуглубляется. Бывает такое, что человек социально немного недореализован, хотя, не знаю, банально деньги есть на жизнь, но, знаете, вот какие-то амбиции еще недовоплощены, там, не знаю, там, может быть, не те должности, которые хотелось бы занять, да, но вот как это может отражаться потом на сексуальной жизни, на эмоциональной жизни, человек может пробовать самоутвердиться за счет партнера, а не за счет своих личных сил. Это тоже очень сильно притупляет и переживание близости, и переживание к натяжению сексуального между полами. То есть, допустим, если, ну там, женщина выбрала себе в партнеры статусного классного мужчину, но при этом она свои амбиции совсем не реализовала, они у нее есть, а она будет скорее, там, как и ревновать, и как-то провоцировать мужчину, там, набивать себе цену и так далее. И это неправильно, да, то есть, вот, ну, кстати, еще один такой важный пункт, мы на эту тему сегодня мало с вами говорили, но хотелось бы эту тему тоже как где-то поднять. Формирование ревности к себе убивает близость. То есть, если вы специально провоцируете партнера на переживание ревности. То есть, бывает, конечно, такое, что это тоже, ну, некоторые такой изощренные, вытесненные сексуальные сценарии, то есть, в глубине души человеку хотелось бы, ну, там, не знаю, какой-то определенной реакции от партнера, но форма, как вызвать эту реакцию, она такая корявенькая, да, то есть, или там, люди не могут искренне пообщаться, чего им хотелось бы, и начинаются подтягивания третьих лиц в изощренной форме. То есть, если вы, ну, как специально провоцируете, да, как ревность, или думаете, ага, мне мало времени уделили, пойду-ка я, как бы, на 10 свиданий схожу, которые не очень-то и хотелось бы, ну, как бы, а получается, что третьими партнерами, как бы, выражая агрессию к своему основному партнеру, да, или там, просто, ну, в состоянии фырр, там, я хочу тебе там чего-то доказать, и, конечно, близость это убьет, то есть, оно такое какое-то, ну, жесткое где-то состояние, неправильно, да, то есть, такие формы поведения где-то распространять и делать. Так, давайте еще пару условий напомню, как вообще искать свои сексуальные игры в отношениях, то есть, как с партнерами углубить переживания, да, ну, то есть, вот еще несколько этапов на какую-то тему хотелось бы вам осветить. Ну, первое, если особенно в длительных отношениях между вами есть уже какая-то доверительность, но еще, допустим, вы знаете, вот, вы понимаете, это не предел, да, то есть, вам есть куда, как вашу близость, ну, может быть, дораскрыть, доразвернуть. с чего можно было бы начать? Вам можно доактуализировать ваш тип сексуальной игры. Как это сделать? Первое, вам нужно вспомнить самые яркие переживания, которые вас с человеком уже объединяли, вам, когда было прикольно. В сексе, в общении, да, то есть, вот, когда было желание, там, не знаю, окрыленно делать, там, что-то друг для друга. Скорее всего, чуть-чуть заранее вы проживали то, что вам на самом деле нравилось, да, то есть, если между вами уже некоторый сексуальный опыт есть, вам нужно доактуализировать, какие ваши сексуальные роли, да, то есть, что вас притягивают друг к другу, да, и, соответственно, исходя из этих ролей, уже пробовать дальше соблазнять человека и, как бы, вот, не пробовать стопорить, да, как бы эти ощущения. Чаще всего люди, когда, ну, уже длительный период времени встречаются друг с другом, там, не знаю, начинают жить вместе, что с ними происходит? Они начинают отыгрывать шаблоны в отношениях, ничто так не убивает сексуальность и интимность, близость, да, вот эти трепетные моменты, как шаблон, как надо, там, женщине себя вести, как мужчине надо себя вести, да, и, соответственно, нужно заметить, где шаблон, а где ваши реальные чувства. Более того, но сексуальные трепетные такие переживания, они толкают человека на ощущение такой, как где-то открытости, открытости на новое, и это всегда будет выход за ваши привычные установки, рамки, то есть в этом и прикол, нас, ну, я не знаю, в сексуальной сфере всегда влечет туда, где мы еще не были, туда, что является следующим шагом для нас, да, как бы туда, где для нас новые возможности где-то откроются, в поведенческих каких-то аспектах, и переживательных в том числе, и в этом смысле тоже, кстати, нарушением будет являться, что человек, ну, в каких-то отношениях был длительное время, потом почему-то они разрушились, человек думает, ну, вот я же все равно хочу вот тот шаблон отношений, и опять пробует этот шаблон развернуть, то есть, скорее всего, он не сработает, более того, да вам и чего-то другого уже давно хочется, потому что нам, мы всегда ищем, да, каких-то переживаний, и не всегда хочется прямо, повторить там прошлую жизнь. Еще один нюанс, расскажу, ну, тоже вспомнился мне такой момент, который тоже, мне кажется, эмоциональную близость может убить, сексуальную эмоциональную близость, да, вот что это за переживание, когда в сексуальных отношениях партнеры начинают, ну, что ли, занимать такие материнские или патерналистические роли в отношении второго партнера, то есть, допустим, женщина начинает там гиперзаботиться, как кочка там дома, там готовить там, или там, знаете, вокруг мужчины бегать, но она как мама ему, тут принесет, там подаст, там еще что-то там, как бы, да, ну, и получается, вот, натягивая на себя больше, чем реально надо, да, и, в общем, будет неприкольно, или в мужском варианте, когда мужчина инфантилизирует женщину, да, то есть, там, начинает там делать больше, чем реально ей нужно, да, как бы, вот, но заметить это очень легко, ну, ну, если у вас такой тип нарушения, ну, наверное, да, негармоничности уже в парных отношениях проскакивал, во-первых, ну, как пропадает реальное сексуальное натяжение, да, второй партнер начинает истерить или капризничать, а второй, как бы, становится супер таким классным, сильным, и так далее, но сексуальное натяжение тоже где-то теряется, ну, соответственно, тут можно посмотреть, через какие формы, да, ну, такая вот патерналистичность где-то проявилась, ну, и как ее убирать, опять же, нужно концентрироваться на таком сексуальном натяжении, да, как бы убирать, не поощрять, наверное, капризные какие-то истеричные формы, я на самом деле сейчас говорю не только о женщинах, я видела много вариантов, да, когда мужчины начинали, ну, какие-то истеричные формы женщинам разворачивать, внутри отношений, не на работе, не еще где-то, потому что женщины, мы по сути где-то как бы-то подкрепляли эмоционально эти аспекты, далее, очень важный такой момент, это о глубине отношений, да, то есть особенно если пара уже что-то вместе пережила, что-то попробовали, как-то поэкспериментировали, не залипать на, ну, текущих формах получения удовольствия, а вместе друг с другом, как бы искать новые варианты, что хотелось бы еще пережить, то есть если пара вместе ищет новых переживаний, поездки куда-то планируют, да, ну и вообще как бы, это очень прикольно, но получается, ну, это очень тонкая грань, да, вот это вот ощущение вместе, это значит вместе, а не один тянет, а второй падает на хвост, то есть это тоже как, ну, это распространенная такая штука, когда, знаете, у одного наработки есть какие-то по формированию прикольных переживаний внутри отношений, и второй думает, ой, классно, типа, ну, партнер организует, партнер организует, партнер предложит там, куда пойдем, вот, какой фильм посмотрим, там, какую еду будем есть, да, и так далее, и получается, один будет постоянно вкладываться, эту атмосферу создавая, да, а второй как бы будет немножечко лениться, и уже это будут не такие пиковые переживания, я бы даже сказала, здесь вот может быть даже такая практика, да, как бы отталкиваясь от своего желания, делаете поступки и действия для своего партнера, или предлагаете, включая, ну, ваш некоторый потенциал, ваши желания, с другой стороны, опять же, если вы понимаете, что вы тот самый человек, двигатель прогресса в этих отношениях, да, можно иногда порасспрашивать второго партнера, какие желания хотелось бы воплотить, ну, если вместе желания какие-то совпадают, это, конечно, безумно круто, ну, и, в общем, очень важно не останавливаться, я думаю, знаете, такие стереотипы тоже бывают, типа, ну, мы же там уже не молодые, как бы, мы уже какое-то время вместе, ну, что нам вместе пробовать, да, миллион вещей, которые можно вместе пробовать, да, как это, вот, следующий пункт, да, то есть, мне кажется, ну, это даже не совсем, на самом деле, и о близости, но, как, знаете, близость не равно, как это неуважение, эротических чувств другого человека, да, если вы там начали жить вместе, но из этой близости вы себе позволяете, ну, как себя вести хуже, нежели, если бы вы были человеком малознакомым, то что-то здесь не так, ну, то есть, допустим, знаете, конфетно-букетный период, и человек, там, весь такой галантный, классный, всегда красиво одеты, там, причесочка, там, и так далее, потом начали жить вместе, человек, как бы, забил на эти все дела, но это тоже неправильно, да, то есть, ну, можно даже посмотреть на отношения, как на некоторую работу, то каждый должен участник, досоздавать переживания второму, и, ну, не знаю, там, ходить в неопрятной грязной одежде, да, или там, как бы, когда человек приглашает на общение, там, чай попить, или, ну, как бы, не подождать второго, это тоже какое-то неуважение, и, в общем, тоже дела не будет, да, то есть, ну, вот, я не знаю, это как вот Ника вчера рассказывала вам закона, как в клубной культуре, да, есть некоторые свои правила, как можно классные переживания в клубном пространстве пережить, не нужно готовиться, то же самое в отношениях, да, вот, переживания внутри пар, которые уже давно вместе, их тоже нужно готовить, смаковать, обсуждать, как бы, там, ну, и где-то не расслабляться, да, где-то уважать, как желание, ощущение друг друга, далее, что убивает близость, ну, ревность в каком аспекте, знаете, бывает, особенно, если люди долго вместе, они иногда могут увлечься кем-то, ну, кто-то понравился, какой-то флирт, там, где-то произошел, так далее, ну, и, в общем, наверное, как бы, если у людей есть некоторое переживание доверия, договоренности между друг другом, ну, там, не знаю, там, опять же, там, люди не пытаются, там, как воли решить второго человека, мне кажется, такие ситуации вообще, ну, как бы, они легко проходятся, ну, там, у кого-то флирт, ну, класс, там, человек что-то пережил, вы можете за партнера порадоваться, так далее, но если, допустим, у вас были такие ошибки в отношениях, то есть, даже на маленький флирт, вы, там, на человека вызверились, прям, вообще, там, да, все запретили, там, направо-налево смотреть, там, и так далее, а потом вам кто-то понравится, а поверьте, в длительных отношениях у вас может быть симпатия, там, как бы, да, или там, банально на корпоративе, там, чего-то пережить, или может вам захотелось, да, каких-то ярких переживаний, там, и так далее, вам уже из чувства мести второй человек не позволит этого сделать, и близости уже не будут, да, то есть, а еще хуже, на самом деле, ну, такие уже тонкие аспекты, но, тем не менее, бывают же любовные треугольники, например, человек искренне влюбился в кого-то, он не хотел, он не планировал, как бы, и так далее, но если вы помешали этой влюбленности, очарованности, и так далее, близость у вас уже потеряна, да, ну, вы будете сожителями, вы будете, как бы, какой-то парой, но, наверное, уже, как бы, глубоких моментов откровенности, друг с другом не будет, мне кажется, вообще, пара, чем ближе, тем, чем больше люди могут с собой обсудить, да, и, но степень этой, ну, как открытости, она формируется годами, да, то есть, это не то, что вы так сразу с первой встречи, там, можете это сделать, но, и тем не менее, то есть, получается, отрезание, там, не знаю, бывших партнеров влюбленности, там, ревность, даже в прошлом отношении, близкие переживания тоже убьет и сломает, как, впрочем, ну, это банальные вещи, но я тоже проговорю, знаете, если вы, вам нравится очень человек, между вами все супер, класс, да, и сексуальная жизнь бурная, да, но вы непрерывно критикуете друзей этого человека, семью этого человека, мама странненькая, мужчина хорош, да, или там, папа у нее странненький, дочка, как бы, ничего такая, да, как бы, но вы тоже эту близость потеряете, да, то есть, получается, что нужно учиться через, и вот этот коннект эмоциональный, сексуальный, да, где-то до въезжать, до открываться на, такие вот аспекты, которые сделали сексуальную жизнь вашего партнера, мне очень понравился когда-то демотиватор, я его встретила в социальных сетях, в общем, был нарисован мужчина красивый, и женщина в объятиях там стояла, и красивый темп, да, если тебе нравится женщина в постели, скажи спасибо всем ее бывшим, вот, мне кажется, это абсолютно правильное утверждение, да, если вам человек понравился, и в сексуальной сфере в том числе, да, то есть спасибо скажите всем, кто был до вас, потому что мы же сами не рождаемся супер раскрепощенными, сразу знающими, чего мы хотим, там как бы и так далее, и получается, ну это тонкий момент, если у человека были какие-то сильные для него значимые переживания в жизни, даже когда-то, даже давно, и вы к ним ревнуете, или вы на них там агрессируете, или вы там конкурируете с партнерами, которые были, ну, значимыми партнерами сексуальной жизни, ну, дела не будет, почему, потому что где-то как раз тут надо и открываться на это ощущение, там посмотреть, да, какой человек стал благодаря этому человеку, вот, примерно так, ну что, может быть вопросы, мне кажется, вот я основные моменты такие осветила, я думаю, где-то, ну, там, можно даже, так сказать, законы, да, какие-то формирования близости сегодня с вами обсудила, там, я думаю, порядка 20 мы принципов обсудили, можно будет попробовать переслушать, или там посмотреть записи, если какие-то делали, если вам что-то отрезонировало очень круто, если вы узнали себя в каких-то историях, как, ну, я не знаю, какие-то как нарушения, да, этих переживаний, подумайте, да, не запаривайтесь на тему, как если сейчас не получается с первого раза близость пережить, это возможно будет немножечко, как, нужно некоторое время, опять же, внимательность, трепет, готовность что-то делать, там, да, другого человека, но в конечном итоге, мне кажется, все этих переживаний ищут, и самое важное, начинать с корректных форм поведения со своей стороны, если вы устраните даже мелочи, которые, ну, как знаете, могут повредить близость, и будете особо трепетно относиться к этим переживаниям, да, второй человек тоже начнет поступать примерно так же, если не начнет, то смысл не тратьте время свое в этих отношениях, да, ну, мне кажется, близость, она рождает переживания взаимности, да, какого-то обмена, какого-то ощущения окрыленности, да, то есть, какого-то, ну, не знаю, ощущения удовлетворенности, наполненности, косвенно на сексуальность близость влияет как? Мы начинаем хотеть и открываться на новые фантазии, ну, то есть, это тоже очень важно, очень прикольно, да, если у вас есть, ну, закрытость эмоциональная, ну, хотя близость есть, но вы закрываетесь на сексуальные переживания, даже фантазии, даже в теории, даже какие-то мысли, ну, я не знаю, о том, что можно было бы попробовать, близость скоро умрет, да, то есть, вот здесь вот, а как к этому чувству дойти? Нужно над собой работать, да, нужно как-то вот по чуть-чуть, постепенно устранять эти формы, которых вот, нарушений их очень много, ну, то есть, вот там, знаете, как оскорбительное, неуважительное, не знаю, требовательное такое состояние к партнёрам, оно стремится к другому, да, то есть, ну, что в помощь, наверное, самоконтроль, саморефлексия, вообще знание о том, что бывает, да, кстати, ещё тоже забыла сказать, я так напоследок ещё скажу, пока вы вопросы пишите, наверное, если вы знаете, чего вы хотите, проще сделать близкие отношения, глубокие, откровенные, да, если вы не знаете, чего вы хотите, вы будете порочить друг другу голову, если в паре хоть один человек знает, чего он хочет со вторым, это тоже круто, да, ну, а что делать, надо эту тему изучать, я, кстати, ну, часто для себя там, использую такие медитации, они в йоге есть, и они же в стоицизме есть, ну, как такой древней философии, вот, медитация на смерть, то есть, если вы понимаете, жить осталось совсем мало, то есть, о чём вы будете сожалеть, какие вы чувства, кому не сказали, опять же, какие фантазии у вас всплывают, что вы ещё не прожили, не реализовали, ну, и далее, вам умирать для этого не надо, вы это дорефлексировали, и начинаете на этой мотивации, на этих переживаниях, на этой энергии, что-то, ну, делать, да, в этих отношениях, главное, чтобы какая-то активность, да, в эту сторону происходила, а рано или поздно, что-то получается, вот, если вы понимаете, что вы, как бы, с партнёром, который, ну, вот, вы не сожалеете, да, если вы разойдётесь, так смысл поддерживать эти отношения, кстати, ну, такое состояние поддержания отношений, когда, когда на самом деле они не очень приятные, из-за малчивания каких-то глубинных, сильных дискомфортов, но тоже они, как бы, не дадут переживания искренности, а наоборот, искренность, она даёт возможность, возможность строить уникальные отношения, да, и не шаблонные. Ещё я, кстати, хочу сказать важный момент, не пытайтесь, вот, прямо сделать копию чужих отношений, с каждым человеком, настолько индивидуальные отношения, в этом-то и прикол, ну, то есть, нет правил в отношениях, за исключением тех правил, которые люди сами себе придумают, да, то есть, вот, пока они друг друга, ну, интересы и сексуальные, в том числе, и не учтут, да, как бы близости не будет, ну, и в этом смысле, конечно, на это надо время, на это надо энергия, да, и ваше желание, прежде всего, если в паре каждый понимает, чего хочет, и эти люди вступили в сексуальную связь, да, как бы, это очень круто, люди, как бы, смогут много всего пережить, но если каждый ломается, и не знает, чего хочет, да, это, в общем, вырванные годы, и тягомотина в отношениях, ну, и отсюда вывод, конечно, изучать свои желания, в первую очередь, и желания в отношения партнера. Ну, что, я буду читать вопросы, я начну с фейсбука, потом уже в инстаграме буду, смотреть. Так, тут пока благодарности очень много. Так, опять же, по поводу недостаточного контроля, там был комментарий, поясню, леди выбрала путь делегирования самоконтроль, например, при договоре на моногамию, я был виноват в ее нарушениях этого договора. В общем, она не хотела, да, быть в моногамных отношениях, в этом на самом деле проблема, что человек не смог взять ответственность за свое желание, да, ну, там, ну, что хочется многих партнеров, например, да, и, в общем, вот, будь мужиком, следи за мной, ревнуй, забирай меня с вечеринок, это, не усмотрел, сам виноват. ну, то есть, обвинения, да, то есть, раз обвинения, то есть, человек перекладывает ответственность. Ну, кстати, спасибо большое за этот комментарий, да, то есть, вопрос даже тут, наверное, не в сексуальном аспекте, да, все-таки в таком социальной, ну, своей личной простроенности. Пары крепкие и глубокие, и длительные отношения в них классные, если люди умеют брать за себя хотя бы ответственность, а не за другого. Если вы пытаетесь свою же ответственность на другого повесить, ну, по типу, вот, ты во всем виноват, ты за тебя, там, и так далее, это всегда жертвенная, вективная позиция, она ни к чему хорошему вам не приводит. Ну, не соглашайтесь на те условия, которые вам не нравятся. Вот вы понимаете, вы человек там полигамный, развратный, как бы, и так далее, ну, не стройте, как это, моногамное отношение, или наоборот, вы понимаете, вам как бы там полигамность, она к душе не лежит, вы хотите очень таких интимных, аккуратных, там, вместе отношений и так далее, не надо, как бы, даже туда смотреть, куда вам не хочется, да, то есть, каждый должен вызреть, ну, то есть, вот, но вступать в отношения, или соглашаться на тот формат отношений, который вам не нравится, это всегда, знаете, как наступать себе на горло, да, то есть, все равно будет напряжение, оно выскочит после, и так далее. Можно, как бы, честно говорить, я не знаю, я боюсь, вот, давай попробуем, или там, я не готов на это, но я попробую там, как бы, какое-то время переосмыслить, да, ну, спасибо большое, да, как, ну, то есть, в данном случае, женщина обвиняла, можно было бы подумать, ну, вот, знаете, как это, что возбуждало в этой женщине, да, если вы понимаете, что изначально эту женщину, там, вас в этой женщине привлекли какие-то такие шкодные, шаловливые, игривые состояния, да, то, соответственно, может быть, и тоже не нужно было предлагать моногамный тип отношения, да, как бы, ну, формат там любовницы сделать и так далее. Так, суперактуально, спасибо, очень актуально, очень актуально, все, я поняла, знакомо, спасибо. Корректировка от партнера физических внешних данных, согласно его стереотипам, является угнетением отношений сторон, как выровнять? Смотрите, тут я скажу пару моментов. Если вы возбуждаетесь от чего-то в теле партнера, эти части тела, пожалуйста, как это, говорите комплименты, покупайте одежду, дарите подарки, подчеркивайте, это ни в коем случае не проблема. Но если вы стали, говорите, что-то ты жирный такой, там, некрасивый такой, как бы, ну, очень в ображдебной форме, выразили все негодование, что вам там в человеке не нравится, это уже говорит о том, что между вами близости нет, а сексуальность уже давно угасла. Вот, с другой стороны, можно как бы мотивировать человека, можно говорить комплименты, и там попросить, пожалуйста, там, очень люблю накаченные руки, подкачай для меня, да, или там, обожаю щетину, не сбриваю щетину, там, ну, как бы акцентировать другого человека, давать обратную связь на том, что возбуждают. Ну, или, знаете, если вы знаете, что у вас есть фетишные какие-то штучки, то есть, допустим, вы там мужчина, и вы любите женщину, там, в обтягивающих вещах, а женщина сейчас, там, не знаю, любит носить оверсайз, потому что там жара или это, ну, как бы приколите ее, сводите ее в магазин, там, не знаю, там, скажите, вот, пожалуйста, милая для меня. С другой стороны, кстати, ну, это уже, наверное, ближе даже к теме неблизости, но соблазнения, но важный тоже момент, я здесь позволю себе на эту тему тоже высказаться, ради своих партнеров, гардероб свой надо менять. Ну, то есть в женском варианте, мне кажется, это вообще, как бы, ну, более такая признанная, распространенная идея, но, в общем, ну, если вашего партнера возбуждает там короткие юбки, значит, надо их носить, или наоборот, мужчина у вас ревнивый, короткие юбки только по дому должны быть, значит, надо как-то этот момент учесть, ну, свой внешний вид как-то апгрейдить, да, ну, то есть, чтобы сделать максимально приятно. Для этого должна быть заинтересованность в партнере и в отношениях, да, то есть, если, вид не очень и форма поведения не очень, ну, какая-то тяга есть, ну, что-то ничего не меняется, и так уже год, два, три смысла в отношениях я не вижу, да, то есть, мне кажется, эротическая тяга, и вот это переживание эмоциональной близости, это стимул, это двигатель прогресса, люди на этом чувстве горо сворачивают, если его признают. Если человек как бы его недопризнает, то, соответственно, и формы поведения, и одежды, и как бы меняться ради партнера не будет хотеться, и, соответственно, это поверхностные отношения, это так, времяпрепровождение, да, или это занимание эфира, или это, ну, попытка быть с кем-то, лишь бы не быть одному, это, на мой взгляд, смысла особого не имеет, да, то есть, во многом, наверное, близость еще рождается из самодостаточности, то есть, если человек без партнера чувствует себя целостным, нормальным, активным, прикольным, то и с кем-то ему будет хорошо. Кстати, я тоже спасибо большое за этот комментарий, он меня прям натолкнул на несколько мыслей, которые я хотела сказать, но как-то подзабылись в процессе общения, ну, на эту тему очень много и современных психологов говорит, да, и вот вообще, ну, я повторюсь, человек должен себя любить, любить в каком смысле, если вам ваш внутренний мир нравится, то вашему партнеру тоже будет с вами хорошо, но если человек свой внутренний мир недолюбливает, ну, то есть, я тут не такой, там я какой-то плохой, тут у меня критика, тут самобичевание, там еще чего-то, а потом встречает человека, которому он понравился, и человек начинает быть зависимым от мнения второго, да, ну, то есть, пожалуйста, долюби меня за меня самого, ну, так не пойдет дело, если свой внутренний мир не нравится, его надо менять, его надо чем-то наполнять, то есть, ну, вот как-то, знаете, облагородить себя, что ли, изнутри, И тогда будет хорошо с другими людьми. Но, на мой взгляд, конечно, умение быть в близких, интимных, сексуальных отношениях рождается из умения быть зрелым. А зрелость подразумевает и приятие себя, да, и понимание, изучение своих желаний в разных аспектах, и стиль жизни в отношении, ну, не знаю, там, своей чувственности тоже простроен. Даже банально, у меня был случай, когда у меня уже там после консультации через некоторое время, там, в общем, пары семейные пришли, рассказали, что, в общем, они сделали ремонт под свою сексуальную игру, да, то есть, и вообще квартира перестала быть обыденным местом, да, а стала очень, значит, пикантным ощущением. То есть, они доосмыслили свою сексуальную игру, да, и вот всё прямо, как бы, поменяли начисто там ту самую кровать, те самые там фетичные штучки, всё. Понимаете, вот как бы и в это тоже нужно где-то вкладываться, да, но для этого должна быть готовность у каждого, да, ну, то есть, вот, идти на контакт, как бы, ну, опять же, не рубить с горячего плеча. Мне кажется, если даже что-то идёт не так, шанс надо всегда давать, да, друг другу, как бы, ну, ну, если нет, там, ну, как, из нескольких проб ничего не получилось, надо отпускать, идти дальше. Природа многообразна, в мире много разных людей, на ваш сексуальный типаж, на ваши фантазии точно будут близкие люди. Главное, как, знаете, вот, очень чётко понимать, чего вы ищете, это самое важное. Так, хорошо, спасибо за слова, вместе это вместе, а не падать на хвост. Ну, я очень много таких вещей замечала за людьми. Я сама очень не люблю, если у меня падает на хвост. Вот, стараюсь тоже никому не падать на хвост, как-то вкладываться. Так, так, работа на початый край, хорошо. Так, если возникает сопротивление к некоторым формам желаний партнёра, а какого рода это сопротивление к некоторым формам желаний партнёра? Дайте я попробую представить. Ну, если я вас правильно поняла, то есть, допустим, партнёр вам что-то предлагает в сексуальной жизни, а вы как бы сопротивляетесь, некоторая форма, так или нет? Ира, если вы здесь, можно было бы, ну, ещё раз написать. Наверное, уже вы не здесь, но, в общем, я тогда отвечу на такой с собой доформулированный вопрос. То есть, если вам в сексуальной жизни ваш партнёр предлагает какую-то форму сексуального взаимодействия, то есть, там, не знаю, какие-то позы, как-то вас потискать, как-то там что-то сделать, а вам конкретно, ну, у вас возникает страх, там, не знаю, не, как это вы как бы сопротивляетесь, о нет, только нет, а как бы тоже дела не будет. То есть, ну, можно рассказать, там, в чём существо вашего сопротивления, да, ну, там сказать, ну, я такого не пробовал, или там, я не знаю, как будет, или там, я обычно такое не люблю и так далее. Но, не знаю, мне кажется, надо попробовать. А если, может, знаете, у человека фантазия какая-то классная есть, но техника не наработана в выполнении, ну, просто, ну, ещё мастерство не наработано, так вы вместе можете его наработать. Ну, то есть, ну, мне кажется, это вообще как залог, да, умение быть в длительных сексуальных отношениях. Вообще, знаете, цель, вы доставляете друг другу удовольствие. Если вы не готовы доставлять удовольствие друг другу, то есть смысл этих отношений. Ну, вот, если каждый сопротивляется, ну, понятно, чем потом закончится. С другой стороны тоже будут сопротивляться. И так вот, как бы, и не сложатся, да, ваши сексуальные аппетиты вместе. То есть надо разобраться, что хочет партнёр. Послушать, порасспрашивать, поговорить ещё раз. Свои стереотипы, свои защитные механизмы, ну, вот, вернее, как свои сверхсознательные установки, как можно заметить. Если вам предлагают, а вы чувствуете, у вас не было своего личного опыта, но у вас включается вспышка эмоций, неконкурентных этой ситуации, агрессия, страх, стыд, чувство вины, хотя вас там никто не прессует, ну, на вас там никто особо не наседает, вас никто не упрекает и так далее, у вас есть. У вас, скорее всего, фраза в голове сразу всплывёт, почему вы такой способ получения удовольствия от партнёра не принимаете. Это раз, да. Два, если это всё-таки, ну, как своего рода стереотип, да, ну, то есть сверхсознательная запретительная установка, возникает по ходу активизации этого стереотипа, защитные механизмы, и он не один. Вам резко захотелось в туалет, вам резко захотелось спать, вам резко захотелось отморозиться, там, какие-то регрессивные формы, да, то есть вы как бы неконкурентно этой ситуации начинаете реагировать. То есть, допустим, когда взрослый человек, ему говорят достаточно откровенные комплименты, а у человека мышечный панцирь, и желание сменить тему, и какая-то тревожность, и уход в девайсе, да, и так далее, тогда мы говорим о том, что у человека сверхсознательная установка, и надо её актуализировать и с ним поработать. Но если вы послушали, попробовали, у вас нет никаких эмоций, вы поймите, меня просто такое не возбуждает. Вы можете спросить, расскажи, в чём прикол, может, у вас человек приколит на какой-то новый способ получения удовольствия, но жёстко отгораживаться не стоит. Как и соглашаться на то, что вам точно будет неприятно. То есть, вы понимаете, вам это не подходит, вы не хотите, вы как бы не сторонник таких сексуальных приключений, да, и так далее, вы соглашаетесь типа из страха потерять партнёра, так вы его всё равно потеряете, просто по причине того, что вы делаете не то, что вы хотите, и у вас эти отношения будут со временем начинать тяготить. То есть искренность, да, искренность и какая-то невраждебность. Так, может ли быть душевная близость с женатым мужчиной, который не собирается разводиться со своей женой? Или это временная иллюзия? Зависит от типа отношений. Ну, то есть, смотрите, как иногда люди расходятся, ну, по факту, да, то есть такое бывает и, ну, там, знаете, бывают, ну, у меня, к сожалению, бывают такие консультации, когда вот люди приходят, да, и говорят, я живу с мужем, там, сколько-то лет, да, у меня не было ни одного оргазма, мы поженились, потому что наши родители дружили вместе, да, как бы, ну, мы вместе, да, у нас даже дети есть, мы как соседи живём, но нету там ни страсти, ни любви, да, то есть это привычка какая-то, да, и так далее. Но если такой мужчина, будучи в таких отношениях, кого-то влюбляется или возникает там любовница, как может, и слава Богу, понимаете, как если не было, ну, там, ничего настоящего, да, как бы в других отношениях, такое бывает. Второй момент, бывает крепкая семья, всё классно, всё прикольно и так далее, но эту семью возбуждает наличие третьих партнёров. То есть, если вы посмотрите статистику, ну, современную такую, вот, сейчас вам процитирую даже, в общем, в прошлом году в Америке делали соцопрос на тему полигамных, полиамурных отношений. В общем, официальная статистика на прошлый год. 20 миллионов полиамурных семей, зарегистрированных в Америке, которые поучаствовали в соцопросе. То есть, ну, вдумайтесь, 20 миллионов семей, да, в современном мире, в Америке, мы же не знаем, какая статистика по другим странам, а государствам. То есть, мир же меняется. Формы отношений сейчас очень сильно усложняются. То есть, мы уже, там, не знаю, нам медицина даёт возможности, там, не знаю, там, контрацепции, проверок медицинской части, там, не знаю, там, мы можем диагностировать любые венерические заболевания и так далее. Многие пары ищут ярких приключений, ездят в свинклубы, например, да, там, и так далее. В этом случае, если вы, там, испытываете душевную близость, там, влечение сексуальное к мужчине, который находится в открытых отношениях, вообще никакой проблемы, да. То есть, может, там, женщину такое возбуждать, да, и вот. Но это, как правило, очень зрелые, богатые, реализованные люди, у которых есть возможность на эти темы подумать, у которых есть образование на этот счёт и так далее. Ну, бывает, да. Если вы понимаете, мужчина безумно влюблён в жену, у них близкие отношения, и, в общем, никто не ищет дополнительных отношений, да, там, может, вы можете быть только друзьями, но будьте друзьями, да, вам же человек интересен и приятен. Мне кажется, агрессивное ощущение желания разрушить чужую пару, это всегда, ну, как, не ок, потому что если вы агрессию испытываете к человеку, который близкий человеку, ну, вашему, там, потенциальному партнёру, вы уже и не близки, нельзя рушить что-то в жизни человека и быть ему близким, да, это обман, это иллюзия, да, как, и наоборот, если, ну, там, ваши близкие люди на кого-то ещё открылись, ну, как бы, усложняйте форму взаимодействия, да, ищите другие варианты, да, как бы и так далее. Но если человеку подломить его переживания близости, влюблённости, там, и так далее, всё равно, потом близость пропадёт. То есть в этом смысле, конечно, ну, ваш вопрос, он скорее к мужчине и, ну, там, какой тип отношений мужчина этот ищет. Если вы понимаете, что ваш потенциальный партнёр ищет определённый контекст отношений, допустим, человек хочет лёгкий флирт, роман, там, без обязательств, а вы, как бы, там, требуете семью и детей, как бы, ну, тоже дела не будет, да, то есть надо искать тех людей, которые ищут примерно того же, что и вы, в своём сексуальном типаже, которые вас возбуждают, и из этого может что-то получиться. И вложения, понимаете, как эмоциональное вложение, ну, не враждебность. То есть если с вами лучше, чем без вас, то отношения будут. Если вы всё ломаете, и прошлое отношение, и будущее отношение, вы, там, как бы, знаете, используете человека, ну, там, не знаю, отгоняете всех потенциальных, там, друзей, партнёров, как бы, и так далее, ну, вы уже не близки, вы враждебны, вы доминируете. Это, да, это не о любви, это не о близости, не о приятности. Так, хорошо. Так, я ответила на вопрос, я очень рада. Теперь давайте я посмотрю в Инстаграме, если там вопросики, видео описали. Ребята, если вы писали вопросы в первом эфире, я, к сожалению, не посмотрела, я была увлечена обсуждением темы соответствующей. Напишите, пожалуйста, ещё раз. Как понять, почувствовать желание партнёра, если он их назвать, актуализировать не может? И до какой степени следует вкладываться в такую задачу? Как понять, где уже перебор вкладываться? Перебора вкладываться не может быть. А, я тоже поясню термин «вкладываться» в отношения, да, это делать то, что вам приятно, и то, что человеку второму тоже на пользу и приятно. Если вы вкладываетесь, ну, как бы, делаете то, что делать не хотите, ну, жертвуете чем-то ради человека, я тут… Будет потом упрёк через некоторое время. Соответственно, вложения должны быть, ну, как бы, учитывая ваше желание, да, то есть, если вы чего-то хотите, ну, там, поехать куда-то с человеком отдохнуть, найдите первое, там, не знаю, турагентство, снимите сами, купите билеты, как бы, и так далее, да. На это будет вложение. Вы хотели, вы, как бы, вложились, у вас не будет чувства, ощущения, что вас там использовали, или вы перевложились, там, или и так далее. Ну, то есть, вот здесь вот такой момент, надо делать то, что вам тоже, ну, как бы, в глубине души приятно, это учитывает вашу сферу интересов, желаний и так далее. Потом, как узнать, понять желание партнёра, если он назвать их не может. Косвенно можно изучать. Я, знаете, две истории в своей жизни очень-таки поразительные. Слышала, когда вот как раз семейная пара, где, знаете, как бы, женщина уже хотела каких-то переживаний эмоциональных, а мужчина крайне закрепощён был. Вот, ну, меня они безумно как-то и поразили, и хитрость женщин удивила, где-то даже восхитила. Ну, то есть, в одном случае женщина решила, что вот она хочет попробовать сексуальную жизнь восстановить, они с мужем очень долго жили вместе, но как-то секса у них не было, и, в общем, её это где-то беспокоило, да, ну, можно понять, там, дети уже взрослые были и так далее. В общем, у мужчины комплексы, естественно, связанные с сексуальностью, но она начала как делать? Идти издалека. Она начала подсовывать фильмы, ну, типа, вот дома там случайно мы такой фильм включили, и она смотрела на реакцию, на какие типажи, на какую форму одежды мужчина реагировал. Позитивно улыбался, там, смотрел, да, на какие негативно, можно же косвенно понять. Опять же, на кого реагирует ваш партнёр, какие, ну, там, другой случай, конечно, более коварный был, я такое, кстати, не рекомендую делать, ну, там, допустим, не читать переписки партнёров. Вот невозможно, ну, вы можете это сделать, вы не можете сделать, не читайте, да, как бы тогда будет ощущение доверия и свободы. Вот, допустим, одна тоже знакомая рассказала, что, ну, вот, когда она с мужем, там, они захотели, в общем, как-то уже, ну, там, по-моему, детей начинать заводить, а секса как-то мало, да, вот, и она задумалась на эту тему, ну, как бы, а как же соплазнить партнёра, вроде как бы для продолжения рода. Но заодно и расспросила его на взглядах на сексуальную жизнь. И он говорит, что, допустим, ну, у всех до свадьбы секс есть, а после свадьбы, ну, все почти сексом не занимаются. Его взгляд на мир. Ну, то есть, понятно, он ограничен, он где-то продиктован, наверное, стереотипами той социальной среды, в которой он рос, но её это удивило, и она вот, ну, как бы, знаете, ей хватило некоторой такой, ну, может быть, даже где-то наглости для себя актуализировать. Он говорит, со мной не мой муж говорит, со мной говорит его стереотип. И она начала, ну, где-то по чуть-чуть, там, подшучивать над этим стереотипом, да, там, заодно, как бы, поглядывать, вспоминать, на какие формы поведения он реагировал. Ну, однажды просто залезла на его порно-сайт, на который он заходит, ну, как это, по неосторожности он не закрыл, посмотрела, какие категории он выбирает, да, и тут же поняла, что сексуальная фантазия у них абсолютно совпадает, просто у него стереотипы, да. Ну, то есть, мне кажется, знаете, вот быстро развратить другого человека невозможно, да, то есть, ну, как бы, по чуть-чуть намекая, как бы, да, там, может быть, опять же, в женском варианте-то и там, и бельё, и определённые части тела, и, как бы, умение пофлиртовать, и умение быть в обольстительных состояниях, приятных, да, это и готовность, ну, как бы, знаете, создать такую интимную атмосферу, где вы можете, ну, побеседовать, может, даже напрямую спросить, но не требуй, расскажи мне, что там у тебя, да, как бы, чуть-чуть делясь, немножко рассказывая, ну, я не знаю, мне кажется, очень прикольно, что вот у нас есть такое пространство, в котором мы, ну, достаточно откровенные вещи обсуждаем, но во многом мы так вот с другими, вот, спикерами много говорим откровенно на тему сексуальности, в частности для чего? чтобы приучить людей откровенно общаться на эти темы, ну, мне кажется, невозможно, да, как бы, не обсуждая, как не, вот, знаете, как самому не открываясь, да, как бы потребовать с другого откровенность, может, где-то признаться, где-то поделиться, комплименты сказать, и в конечном итоге можно даже методом эмпирическим пойти, просто проверить, с каким-нибудь типажом сексуальным человек был до вас, какие бывшие партнёрши, какие люди привлекают, да, может, не на трезвую голову, что человек говорит, бывает же такое, что стереотипы дают ощущение мышечного напряжения, человек не чувствует свои желания, но выпил немножко, и тут осмелел, и тут же какая-то сексуальность проявилась, это можно заметить, и можно доактуализировать, какие у вас есть желания в отношении партнёра, и вопрос даже не, ну, там, человек может там не открывается, но можно по чуть-чуть начать вовлекать, рассказывать, признаваться в своих фантазиях в отношении человека, как правило, это обезоруживает, искренность, да, то есть со своей стороны, но не в дальнейшей форме, вот, но перебор по поводу вкладываться, я уже сказала, да, то есть, по идее, если вы вложились, у вас не должно быть сожаления, даже если вы расстанетесь, если вы вкладываетесь, и вы думаете, а если мы расстанемся, и вы будете сожалеть, но, соответственно, вы делаете больше, чем вы хотите, и вы потом будете требовательны в других аспектах, да, и, соответственно, как-то вот не будет уже хорошо вам в этих отношениях, вы всё равно будете чего-то выбивать из человека, то есть, вот, наверное, по этим моментам нужно доактуализировать, так, ещё сейчас посмотрю, какие вопросы в другом аккаунте, а что делать, если сильные взаимные чувства и притяжения, ну, один хочет полигамия, а второй думает, что моногамия, надо перетелиться с фантазиями, понимаете, полигамия и моногамия, это два больших слова, да, в которых скрыто всё непонимание, чего люди хотят, то есть, моногамия, какого типа отношений, да, то есть, какие там должны быть флирты, как премия вы должны проводить, какой секс должен быть, там, что это должно быть за тип отношений, или полигамия, что полигамия, но вот мы там на прошлой неделе у Леры, по-моему, челяки, где слушали эту лекцию, и Лиля Кунаева немножко рассказывала, и даже, по-моему, Ника Величко вчера, рассказывая о клубной культуре, там, немножко шутила, вспоминала эти примеры, вот, знаете, когда человек ещё немного недопонял, чего он хочет в сексуальной жизни, человек начинает смотреть, залазя на какой-то эротический форум, видит такие категории, ММЖ, ЖЖМ, ММЖ, ЖЖМ, что это, мне непонятно, да, то есть, понимаете, как в комбинации двух людей столько вариантов того, что можно делать, да, и, соответственно, в комбинации более чем двух людей тоже очень можно много всего, что делать, главное, чтобы всех это возбуждало, то есть, в этом смысле, если партнёр хочет полигамия, какого типа отношения он хочет, вот здесь прекрасный фильм «Время любовников с пяти до семи», где там, ну, французская элита, по сути, показана, да, где там партнёры, их возбуждают там блудливость, шаловливость друг друга, и они там с пяти до семи пропадают в определённое время, как по будням, да, и как возвращаются, вот такие пикантные и там, и так далее, или это должны быть отношения полигамные, в которых вот постоянно вы там экспериментируете, приглашая третьих партнёров, или идя туда, куда-нибудь каждый на свои приключения, или вы шлёте друг другу фотографии, или вы дарите своему партнёру, третьего партнёра, или вы едете куда-нибудь и там что-то переживаете, или вы живёте втроём, типа, а-ля там, шведская семья, вариантов же миллион, да, более того, вот если посмотреть сексуальные культуры мира, всё в человечестве уже перепробовали, поверьте, вы ничего нового не изобретёте, в какой-то культуре это уже проживали, это было нормой, и, ну, ощущение нормы, оно очень относительное, то есть я вам рекомендую, попробовать, ну, вот, дорефлексировать, да, ну, собственно, что для вас является, чем является моногамия, чем является полигамия, и попробовать расширить эти категории. Здесь, кстати, классная книга «Брак и мораль» Бертрана Рассела, в общем, тоже рекомендую почитать, и «Секс в культурах мира», где, ну, разные типы сексуальных культур вообще раскрываются, да, и, соответственно, можно было бы усложнить своё понимание. Просто, если вы договорились, там, давай будем в полигамных отношениях или в моногамных, отсюда не вытекают какие-то отношения, да, но, и отсюда может быть куча ещё недопониманий, там, как нам простраивать, там, мелочи, детали, когда друг другу звонить, там, вместе мы или не вместе, да, ну, то есть вот за этими словами есть какие-то конкретные желания, вот их нужно дорефлексировать. Так, хорошо, так вижу, я во всём разные смайлики, так, хорошо, ну, по-моему, вот у нас уже почти два часа прошло, вижу вопросов других нет, вижу просто огромное какое-то количество смайликов, друзья мои, ну, пишите мне обратную связь, мне будет очень приятно, да, как это, резонирует вам что-то или нет, из того, что я говорю, там, какой-то похожий жизненный опыт у вас был или нет, опять же, там, полезна вам эта лекция сегодня была или нет, я очень хотела сегодня с вами как-то так душевно пообщаться, да, то есть вот в формате беседы, с какой-то иронией, потому что, знаете, вообще тема отношений, она не должна быть супер серьёзной, как только у нас возникает такое, как очень драматичное, серьёзное отношение к отношениям, всё пропало, да, как только мы начинаем строить серьёзные отношения, в общем, тоже куча шаблонов сразу в голове активизируется, это, это бессмысленная трата времени, да, нужно жить чувствами, да, нужно жить влюблённостью, нужно там вот, как хотеть, да, открываться, меняться и ради партнёров и так далее, поэтому, ну, я не знаю, мне кажется, я уже так основное всё сказала, если вдруг у вас какие-то вопросики есть, я ещё минутку давайте подожду, вот, но, вы пишите, если вдруг они у вас возникнут, или вообще хочется какую-то обратную связь мне дать, вообще пообщаться, может там своим опытом поделиться, было бы очень круто, вот, резонирует, вижу, резонирует, полезно, так, очень приятно, да, мне кажется, у нас очень душевная такая беседа получилась, на прошлой неделе у нас такая страстная неделя получилась, да, там говорили больше о фантазиях, об откровенных переживаниях, сегодня уже у нас такие пост-оргазственные ласки, можно так сказать, так, ну что, я думаю, можем на сегодня тогда заканчивать, завтра у нас будет лекция с Лилей Кунаевой, где искать вдохновение, лекция потрясающая, но время карантина, мне кажется, вообще идеальна, потому что Лиля расскажет о своих любимых книгах, о, наверное, чувственных переживаниях, да, как в поэзии искать, как в определенной литературе форма взаимодействия, какие-то шаблоны другие и так далее, поведение, ну в общем, вы присоединяйтесь, я с огромным удовольствием буду тоже слушать, вот на следующей неделе, пока мы еще не решили, что делать, да, но я вот уже, пока пригласила одну свою подругу, не знаю, получится у нее или нет, врача, гинеколог, репродуктолог, очень высокой квалификации, возможно, она немножко расскажет о мифах в беременности и сексе, можно нельзя с такой медицинской точки зрения, и о сексуальном здоровье, хотя вот недавно мы еще, как и некоторые лекции на нашу страничку выкладывали, которые уже спикеры там Бакшеева у нас читал, врач, гинеколог, напишите темы, которые, мы кого-то еще пригласим, вот, ну что, спасибо большое, я получила огромное удовольствие, мы как-то так, знаете, душевно очень, мы с вами пообщались, я вас чувствую, нас вообще, меня, конечно, поражает, нас то 200 человек, то больше человек, вот сегодня у нас где-то, вот в фейсбуке 120, 125, да, и в инстаграме еще, там 30-50 человек, да, поэтому у нас почти 200 человек сегодня было, но это круто, да, то есть, когда 200 человек хотят улучшить свою эмоциональную жизнь, да, как-то тянутся, чего-то ищут, я вам желаю близости, да, вот, приятности, влюбленности, постоянной влюбленности в своих близких людей, да, и готовности в эти отношения как-то вкладываться, ну что, все, тогда спасибо большое, завершаю эфир, так, Спасибо. Продолжение следует...